Михаил Кузьмин «Когда-нибудь буду я Божий воин» Нисповедимые пути русской поэзии ведут к начальным векам христианства, ещё до византийского, до конфессионального разделения Запада и Востока, в Александрию, Египет, гробницу Минкаура. Солнце. Огромное солнце восходит над землёй, и маленькие человечки дерзают под парусом на морских просторах. И снова властвует Багдад, и снова странствует Синдбад. Вечные города могут ли быть стёрты с лица земли? И какое же это тогда будет лицо? И какое же это тогда будет христианство без своей предыстории? Как возможен христианский Запад без мусульманского Багдада и иудейского Иерусалима? В новейшие времена человечество уже не имеет права на зло. Уничтожение древних народов, в которые цивилизация погружена корнями языков и обязана первоначальным знаниям и прогрессам, подобно умершивлению праотцов. Величие былых эпох ослепляет. Ведь, может, потому, пронзённые ослепительным светом в канун Первой мировой войны безумия бомбардировок и голода, как та волошинская очевидица, кто плачет о тех, кому ещё долго жить без памяти и рассудка, Николай Гумилёв закрывает лицо руками. Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню, и буду плакать долго-долго. Вступление Как песня матери над колыбелью ребёнка, как горное эхо, утром на пастуший рожок отозвавшееся, как далёкий прибой родного, давно не виденного моря, Звучит мне имя твоё, трижды блаженная, Александрия. Как прерывистый шёпот любовных под дубами признаний, как таинственный шум птинистых рощ священных, как тамбуринки белой великой, подобной дальнему грому и голубей воркованью, звучит мне имя твоё, трижды великое, Александрия. Как звук трубы перед боем, клёк от орлов над бездны, шум крыльев летящей ники, звучит мне имя твоё, трижды великое, Александрия. Когда мне говорят «Александрия» Другой поэт, о ком Николай Гумилёв однажды заметил, как выразитель взглядов и чувств целого круга людей, объединённых общей культурой, он – почвенный поэт, герой этого рассказа. Какую культуру имел в виду Гумилёв, какую почву? Славянофильство, западничество, консерватизм, особенный национальный колорит, загадочную русскую душу. В любом случае, не марксизм сэром Чарльзом на уме. О, Парменид, мудрейший среди мудрых! Не ты ли первый сказал людям, что звезда, отмечающая конец и начало дня, зовущая любовников к лобзаньям и расторгающая страстные объятия, несущая покой работникам и снова призывающая их к трудам, одна и та же? Как же мне не вспоминать твоё имя при начале повести моей долгой, полной превратности жизни, о, мудрый? Михаил Кузьмин. Повесть о Элевсиппе, рассказанная им самим. В кружке Гафиза, в который входили Вячеслав Иванов, Сергей Городецкий, Вальтер Нувель, он носил имя Антиной. Поэт имел обыкновение запечатывать свои письма печаткой с изображением Антиноя. «Когда видишь его в первый раз», – замечал Волошин, – то хочется спросить. «Скажите откровенно, сколько вам лет?» Но не решаешься, боясь получить в ответ две тысячи. Мудрость. Как люблю я вечные боги, прекрасный мир! Как люблю я солнце, тростники и блеск зеленоватого моря сквозь тонкие ветви акаций! Как люблю я книги моих друзей, тишину одинокого жилища и вид из окна на дальние дынные огороды! Как люблю пестроту толпы на площади, крики, пеньи и солнце, веселый смех мальчиков, играющих в мяч! Возвращение домой после веселых прогулок, поздно вечером, при первых звездах, мимо уже освещенных гостиниц, с уже далеким другом. Как люблю я вечные боги, светлую печаль, любовь до завтра, смерть без сожаленья о жизни, где всё мило, которую люблю я, клянусь Дионисом, всею силою сердца и милой плоти! Без сомнения он молод, и, рассуждая здраво, ему не может быть больше тридцати лет. Но в его наружности есть нечто столь древнее, что является мысль, не есть ли он одна из египетских мумий, которой каким-то колдовством возвращена жизнь и память. Только он не из мумий Древнего Египта. Такие лица встречаются часто на эльфаюмских портретах, которые, будучи открыты очень недавно, возбудили такой интерес европейских учёных, дав впервые представление о характере физиономий Александрийской эпохи? У него такие же огромные чёрные глаза, такая же гладкая чёрная борода, резко обрамляющее бледное восковое лицо, такие же тонкие усы, струящиеся по верхней губе, не закрывая её. Он мал ростом, узкоплечий, гибок телом, как женщина. Максимилиан Волошин Александрийские песни Кузьмина Вступление Когда мне говорят «Александрия», я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкоев, бледное солнце осеннего вечера и слышу звуки далёких флейт. Когда мне говорят «Александрия», я вижу звёзды над стихающим городом, пьяных матросов в тёмных кварталах, танцовщицу, пляшущую осу, и слышу звук тамбурина и крики ссоры. Когда мне говорят «Александрия», я вижу бледно-багровый закат над зелёным морем, мохнатые мигающие звёзды и светлые серые глаза под густыми бровями, которые я вижу и тогда, когда не говорят мне «Александрия». Максимилиан Волошин приводит анатомически выверенное описание внешности поэта, немаловажное, если стремиться понять, в каком облике предстала душа российского антиноя. У него прекрасный греческий профиль, тонкомоделированный и смело вылепленный череп, лоб на одной линии с носом и глубокая смелая выемка, отделяющая нос от верхней губы и переходящая в тонкую дугу уст. Такой профиль можно видеть на изображениях Перикла и на бюсте Диамеда. Но характер бесспорной античной подлинности его лицу даёт особое нарушение пропорций, которое встречается только на греческих вазах. Его глаз посажен очень глубоко и низко по отношению к переносице, как бы несколько сдвинут на щёку, если глядеть на него в профиль. Его рот почти всегда несколько обнажает нижний ряд его зубов, и это даёт лицу его тот характер ветхости, который так поражает в нём. Несомненно, что он умер в Александрии молодым и красивым юношей и был весьма искусственно набальзамирован. Но пребывание во гробе сказалось на нём, как на воскресшем лазере поэме Дьеркса. Лоб его светился бледностью трупа, его глаза не вспыхивали огнём, его глаза, видевшие сияние вечного света, казалось, не могли глядеть на этот мир. Он шёл, шатаясь, как ребёнок. Толпа расступилась перед ним, и никто не решался с ним заговорить. Сам, ужаснувшись своей страшной тайны, он приходил и уходил, храня безмолвием. Максимилиан Волошин Александрийские песни Кузнина Канопские песенки Кружитесь, кружитесь, Держитесь крепче за руки, Звуки звонкого систра Несутся, несутся, в рощах томно они отдаются. Знает ли нильский рыбак, Когда бросает сети на море, Что он поймает? Охотник знает ли, что он встретит, Убьёт ли дичь, которую метит? Хозяин знает ли, не побьёт ли град его хлеб И его молодой виноград? Что мы знаем? Что нам знать? О чём жалеть? Кружитесь, кружитесь, держитесь Крепче за руки. Звуки звонкого систра несутся, несутся, В рощах томно они отдаются. Мы знаем, что всё превратно, Что уходит от нас безвозвратно. Мы знаем, что всё тленно И лишь изменчивость неизменна. Мы знаем, что милое тело Дано для того, чтоб потом истлело. Вот что мы знаем, вот что мы любим За то, что хрупко, трижды целуем. Кружитесь, кружитесь, держитесь Крепче за руки. Звуки, звуки Звонкого систра несутся, несутся, В рощах томно они отдаются. «Одни делают всю жизнь только плохое, А говорят о них все хорошо», – поделилась с подругой соображениями О бессмысленности Малвы-Лицкой, Анна Андреевна Ахматова, Почти полвека спустя. «В памяти людей они сохраняются, Как добрые, например, Кузьмин. Он никогда никому Ничего хорошего не сделал, А о нём все вспоминают с любовью». Лидия Корнеевна Чуковская «Записки об Анне Ахматовой» 10 мая 1955 года В конце декабря 1906 Максимилиан Александрович Волошин изъявляет желание восстановить подробности его биографии. Там, в Александрии, когда он жил своей настоящей жизнью в этой радостной Греции, времён упадка, так напоминающей Италию XVIII века. Подобно лирику Мелиагру, розе древней Аттики, затерявшейся в хаосе Александрийской антологии, он несёт в своих песнях цветы истинной античной поэзии, хотя сквозь них и сквозит александрийское рококо. В жилах его не было чистой эллинской крови. Вероятно, он, как и Мелиагр, был сирийцем. По крайней мере, в одном месте он вспоминает о родной Азии и некомедии. Так же, как и Мелиагр, он имел право написать на своей гробнице «Я, Мелиагр, сын Эвкрата, я возрос вместе с музами и первое своё странствие совершил сопровождаемый минипейскими грациями. Что ж из того, что я сириец, чужеземец? У нас одна родина – земля. Единый хаос породил всех смертных. Подойди к гробнице моей без боязни. Эроса, Мус и Харид славил я стихами. Мужем я жил в божественном Тире и в священной земле Гадары. Милый Кос приютил мою старость. Если ты сириец – салям, если ты фенитиец – хайдуить, Если грек – хайре, и ты скажи мне тоже. Максимилиан Волошин Александрийские песни Кузмина Струи На твоей планете всходит солнце, И с моей земли уходит ночь. Между нами узкое оконце, Но мы время можем превозмочь. Нас связали крепкими цепями, Через реку переброшен мост. Пусть идем мы разными путями, Не приложен наш конец и прост. Но смотри, я цел и нерасколот, И бесслезен стал мой зрящий глаз, И тебя пусть не коснется молот, И в тебе пусть вырастет алмаз. Мы пройдем через мир, как Александры, То, что было, повторится вновь. Лишь в огне летают саламандры, Не сгорает в пламени любовь. В одном из своих писем поэт сознался. Я положительно безумию, Когда только касаюсь веков около первого. Александрия, Неоплатоники, Гностики, Императоры, Меня сводят с ума, И опьяняют, Или, скорее, не опьяняют, А наполняют каким-то эфиром. Не ходишь, а летаешь, Весь мир доступен, Всё достижимо, близко. Пусть мне будет прощено, Если я самомнителен, Но я чувствую, Что рано или поздно Смогу выразить это, И хоть до некоторой степени Уподобиться Валентину и Апулию. Для одного этого Можно перенести не одну, А три жизни. Может быть, и не только для этого. Конец цитаты. Он родился в 1872 году в Ярославле. В семье члена Ярославского окружного суда. Имя его – Михаил Алексеевич Кузьмин. Его история – это история Полной превратности жизни Паренька, солдата сердца, Который единственно неизменно Служил музе. ИСКУССТВО Туман и майскую росу Сберу я в плотные полотна, Закупорив сосудец плотно, До света в дом свой отнесу. Созвездия благостно горят, Указанные в зодиаке, Планеты заключают браки, Оберегая мой обряд. Вот жизни горькой и живой Истлевшее беру растенье, Клокочет вещее кипенье, Пылай, союзник огневой. Всё, что от смерти, ляг на дно. В колодце ль видны звёзды, В небель. Былой лозы прозрачный стебель Не снова вывести дано. Кора и розоватый цвет – Всё восстановлено из праха, Кто тленного не знает страха, Тому уничтоженья нет. Промчится ль ветра буйный конь В верхушке лёгкой не качает, Весна нездешняя венчает Главу, коль жив святой огонь. Май 1921-го Кузьмин обо всех любил сказать что-нибудь плохое. Он терпеть не мог Блока, Потому что завидовал ему. Однажды Лурье в присутствии Кузьмина Играл свою композицию на слова Блока. Кузьмин отлично знал, чьи слова, Но нарочно спросил – Это голенищего Кутузова? Вот такое он любил сказать о каждом. Лидия Чуковская, записки об Анне Ахматовой, 8 августа 1940 года. «Я не верю, искренно и упорно», – заявлял искренний почитатель Блока Эрих Фёдорович Галербах, – что Михаил Алексеевич родился в Ярославле 6 октября 1875 года, что вырос он в Саратове и Петербурге. Это только приснилось ему в здешней жизни. Он родился в Египте, между Средиземным морем и озером Мариотис, на родине Эвклида, Регена и Филона, в солнечной Александрии во времена Птоломеев. Он родился сыном Эллина и египтянки, и только в восемнадцатом веке влилась в его жилы французская кровь, а в 1875 году – русская. Всё это забылось в цепи перевоплощений. Но осталась вещая память подсознательной жизни. Он любил Александрию, и вот, не в силах разлюбить её на берегах Невы. Он любил Италию и Францию XVIII века, и вещая память любви подсказала ему в двадцатом столетии и всё пережитое раньше. Галербах – радостный путник. Плод зреет Я вижу, в дворовом окошке склонилась к ребёнку мать, А он раскинул ножки, хочет их ртом поймать. Как день ему будет долог, ночам конца словно нет, А год – это дивный сколок будущих долгих лет. Вот улыбнулся сонно, с прелестью милых котят, Ведь всякая мать – Мадонна, и всякий ребёнок – свят. Потом настанут сурово труды, волненья и страсть, И где найти тогда слово, что не дало бы упасть? Мудры старики да дети, взрослым мудрости нет, Одни ещё будто в свете, другие уж видят свет. Но в сумрачном бездорожье Утешься сквозь страстный плен, Увидишь – мы дети Божьи У тёплых родных колен. 1915. Нет, я очень люблю сети, и в вожатом прекрасное стихотворение о Дмитрии Царевиче. Вообще он поэт настоящий. Но его напрасно причисляли и причисляют к акмеистам. Кузьмин – человек позднего символизма, а совсем не акмеист. Он ни в одном пункте не совпадал с нами. Не сходимся мы и в самом главном – в вопросе о стилизации. Мы совершенно её отвергали. А Кузьмин – весь стилизованный. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 8 августа 1940 года. Многочисленные проекты, которыми занимался Михаил Алексеевич в здешней жизни, по какой-то злобной воле, что ли, никак не могли увенчаться успехом. Учёба в Петербургской консерватории, где молодой Кузьмин у Лядова на Сальфеджо, у Соловьёва на Гармонии, у Римского Корсакова на Контрапункте и Фуге прерывается неожиданным и странным для него самого отравлением. Я накупил лавровишнёвых капель и, написав прощальное письмо, выпил их. Было очень приятно физически. Но ужас смерти обуял меня. Я разбудил маму. «Миша, зачем ты это сделал?» Беганье по лестнице, хлопанье дверьми, слёзы. Доктор. Поехали на извозчике в больницу. Я был как пьяный и громко говорил по-французски. В больнице мне механически делали рвоту и, дав ванну, положили на кровать, на которой утром кто-то умер. Ночью кричал выпивший нашатырь. Я бредил, вскакивал. Сторож говорил другому. Какого красивого положили? Только не русский. Утром пришла мама. Я пробыл всего несколько дней и вышел. Но некоторое время занятия были мне запрещены. И я оставил консерваторию. Кузьмин берёт частные уроки у Кёнора, владельца одной из музыкальных школ в Петербурге. Изучает историю и теорию музыки и пробует свои силы в композиции. Чтение древнерусских рукописей и старопечатных книг, сочинения и переложения на музыку духовных стихов встречает жестокое, так не писал бы русский человек, из уст исследователя и знатока церковного пения и музыки Смоленского. Под вечер выть, луга поёмные, на скошенную ляк траву, Какие нежные и томные приходят мысли наяву. Струятся небеса сиянием, и фир мерцает лёгким сном, Как перед сладостным свиданием, когда уж видишь отчий дом. Всё трепетней, всё благодарнее встречает сердце мир простой. И лай собак за сыроварнею, и мост, и лук, и водопой. Я вижу всё – и садик с вишнями, и скатертью накрытый стол, А облако стыдями вышними плывёт, как радостный посол. Архангельские оперения лазурную узорят твердь, В таком пленительном горении легка и незаметна смерть. Покинет птица клетку узкую, растает тело – всё забудь, И, милую природу русскую, и, милый, тягостный твой путь. Что мне приснится, что вспомянется в последнем блеске бытия, На что душа моя оглянется, идя в нездешние края, На что-нибудь совсем домашнее, что и не вспомнишь вот теперь, Прогулку по саду вчерашнюю, открытую на солнце дверь, Ведь мысли сделались летучими, и правишь ими уж не ты. Угнаться ль волею за тучами, что смотрят в синей высоты. Но смерть стрелок напрасно целится, я странной обречён судьбе, Что неделимо, то не делится, я всё живу, живу в тебе. Июнь 1916 Где место несчастной души Антиноя? Где место той религиозной неистовости, Которая временами заставляет его сурово обходиться Со своим бренным телом? В Италии канонник иезуит пытается обратить Кузмина В свою веру и диктует ему письма. Я не обманывал его, отдавшись сам убаюкивающему католицизму, Но форменно я говорил, как бы я хотел быть католиком, Но не стать. Михаил Кузьмин Иначе мы не могли бы воспринимать нашего места в мире И созерцать себя в отношении с другими предметами. Поэтому душа в качестве предмета внутреннего чувства Не может воспринимать своё место в теле, Но находится в том месте, где находится человек. Эммануил Кант Об идеализме Мы сами для себя художники. Слагаем свою жизнь, смотря на себя со стороны. Тем самым мы снова располагаем в пространстве самих себя, своё мыслящее «я» со всем скопищем чувств и недостатком рассудочности и все остальные предметы, что попадают в поле зрения. И сами гравируем свою жизнь И ляпаем мазки на картине эпох, в которых живёт наша душа, так же, как Даниэль Ходовецкий иллюстрировал и гравировал немецкий быт XVIII века, лучший из возможных миров, в предустановленной гармонии которого не сомневался Лебниц. Ходовецкий Наверно, нежный Ходовецкий гравировал мои мечты, И этот сад полунемецкий, и сельский дом немного детский, и барбарисные кусты. Пролился дождь, воздушны мысли, из окон рокот ровных гам, душа стремится вдали, высели, а капли на листах повисли, и по карнизу птичьей гам. Гроза стихает за холмами, ей отвечает в роще рок, и дядя с круглыми очками уж наклоняет над цветами в цветах невиданных шлафрок. И радуга, и мост, и всадник – всё видится мне без конца, как блещет мокрый палисадник, как ловит на лугу лошадник отбившегося жеребца. Кто приезжает, кто отбудет, но мальчик вышел на крыльцо, об ужине он позабудет, а тёплый ветер долго будет ласкать открытое лицо. 1916 Узренное солнце возвращает поэта на родину Кузьмин раним, и Кузьмин ранит, и это в свой черёд причиняет боль и ему, в России ли он, в Италии ли. То я ничего не хотел, кроме церковности, быта, народности, отвергал всё искусство, всю современность, то только и бредил Данунцио новым искусством и чувственностью. Потом, пойдя глубже в русское, я увлёкся расколом и навсегда охладел к официальному православию. Истуара дефьянт Де ме куман суман Поэт в домашнем халате книгу предпочитает природе. Да и он сам, как будто живая иллюстрация идеи множественности миров. Кузьмин – многолик. По его словам, эти три лица – суть. С длинной бородою, напоминающее чем-то винчи, очень изнеженное и будто доброе, и какой-то подозрительной святости, будто простое, несложное. Второе – с острой бородкой, несколько фатовское, французского корреспондента, более грубо тонкое, равнодушное и скучающее. Третье – самое страшное – без бороды и усов, не старое и не молодое, пятидесяти лет, старика и юноши, Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным и по-детски свежим ртом, сухое и подозрительное. Эти лики явственно проступают сквозь его черты. Эти лики – змеиные непрожитые сны, имена, быть может, забытые, но размыкающие уста. Мои предки Моряки старинных фамилий, влюблённые в далёкие горизонты, пьющие вино в тёмных портах, обнимая весёлых иностранок, франты тридцатых годов, подражающие Дорсе и Брюмалю, внося в позу Дэнди всю наивность молодой расы, важные со звёздами генералы, бывшие милыми повесами когда-то, сохраняющие весёлые рассказы за Ромом, всегда одни и те же, милые актёры без большого таланта, принесшие школу чужой земли, играющие в России Магомета и умирающие с невинным мальтерьянством. Вы, барышни в бандо, с чувством играющие вальсы маркалью, вышивающие бисером кошельки для женихов в далёких походах, говеющие в домовых церквах и гадающие на картах, экономные, умные помещицы, хвастающиеся своими запасами, умеющие простить и оборвать и близко подойти к человеку, насмешливые и набожные, встающие раньше зари зимою и прелестно глупые цветы театральных училищ, преданные с детства искусству танцев, нежно-развратные, чистопорочные, разоряющие мужа на платья и видающие своих детей полчаса в сутки и дальше, вдали, дворяне глухих уездов, какие-нибудь строгие бояре, бежавшие от революции французы, не сумевшие взойти на гильотину. Все вы, все вы, вы молчали ваш долгий век, и вот вы кричите сотнями голосов, погибшие, но живые, во мне, последним, бедным, но имеющим язык за вас. И каждая капля крови близка вам, слышит вас, любит вас, и вот все вы, милые, глупые, трогательные, близкие, благословляетесь мною за ваше молчаливое благословение. Май 1907 Если вспомнить все мои дела, предприятия, выступления и то, что называется карьерой, получится сплошная неудача, полное неуменье поставить себя, да и случайные несчастья. За самое последнее время они учащаются. Может быть, я сам виноват, я не спорю. Жизнь – искусство, Красная газета, Большой драматический театр, театр юных зрителей, переводы оперет, всемирная литература, всякие дома – где я могу считать себя своим – Академия, Петрополь и т. д. Не говоря о своей музыке – книги, о которых говорили, да и то ругая, александрийские песни, крылья, сети, куранты – все первые. Что писали в 1920–21 году? Волосы становятся дыбом. Мир искусства, Аполлон, Дом Интермедий, Привал. Разве по-настоящему я был там? Так и в знакомствах. А часто предприятия, часы, абраксас, петербургские вечера, жалости подобно – всё какая-то фикция. Михаил Кузьмин. Дневник. Каждые сутки на три десятка метров сгорает солнечное светило. Водород превращается в гелий, что делает возможным жизнь и тепло на земле. Миллиарды водородных бомб сгорают, чтобы увидел свет человек. Огромное солнце былых эпох восходит над поэтами, и следом за Синдбадом мы отваживаемся на свой сказочный путь и дерзаем под смертным покрывалом идти в многих степях под парусом плыть над бездной водной. Иду, но когда-нибудь в бездну сорвётся гора. Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна. Николай Гумилёв. Бесполезная дорога, которой идёт поэт, будто мокрой рукой взялся за провод. Душа, сторожевая, всегда на часах, охраняет мир и покой близких и далёких селений. Это душа поэта. Фикция ли хлыстовские стихотворения, что спасают синее греческое море, оживлённый Дансен где-нибудь в Берлине или Вене, и вместе с павлиним хребтом сторожат сибирское раздолье. Что увидим, други, что услышим? Черемшановой Был бы я художник, написал бы скит девичий за высоким тыном, а вдали хребет павлиний дремлет, сторожит сибирское раздолье. И сидит кремнёвая девица, лебедь чёрная окаменела, не глядит, не молвит, не внимает, песня новая уста замкнула, лишь воронкою со дна вскипает. По кремню ударь, ударь, сударик, ты по печени ударь, по сердцу, то-то искры, полымя, безумьи. Грозная вспорхнула голубица, табуны забыла кобылица, разметала гриву на просторе, засинело греческое море. Чёрное вихрит богомоленье, стародавнее воскресло пенье, перекинулся пожар по крышам, что увидим, други, что услышим? Дикий зной сухой гитаны, в кастанетах треск цикады, бахрома ресниц и шали, роза алая в зубах. Ничего, что юбки рваны, много ли цыганке надо? Бубны в раз заворковали, словно горлицы в горах. Вспомнила – Оле! Сдрогнула – Оле! Подземная память, как нож, в дымную дыню дней. И когда на оживлённый дансинг, где-нибудь в Берлине или Вене, вы войдёте в скромном туалете, праздные зеваки и вивёры девушку кремнёвую увидят и смутятся плоскодонным сердцем. Отчего так чуждо и знакомо это пламя, скрытое под спудом, эта дикая глухая воля, эти волны чёрного раденья? На глазах как будто ночи ставлю, на устах замок висит заветный, а коснётесь – передёрнет тело, словно мокрую рукой взялся за провод. И твердят посупленные брови о древнейшей небывалой новей. 26 апреля 1927-го А мы будто мёртвые, без мыслей, без снов. Михаил Кузьмин – поэт хаоса и любви. Его хаос от языческих жрецов и вседозволенности первобытного культа. Окружающая тьма – Меон, в котором Кузьмин – одинокий маятник. Он совсем не беспомощен. Во тьме рождаются имена, и поэт по-новому высвечивает её. Так возникает понимание. Его эрос лиричен, как только может быть лиричен голос поэта. И в своём движении от сердца к сердцу, соединяя и поражая, преклоняясь перед телесным воплощением, он презирает всяческую бренность, и из земного выплавляет красоту и бессмертие космического. Хаос, бесформенная воздуха и тучеподобная материя зияет открытой пастью. Из него происходит земля, из него происходит эрос, неустанно творящая сила любви. Игра только начата, и в ней убивают. Это повседневная игра в войну. Её правилам здесь, на земле, следуют и жизнь, и смерть. Исходные рубежи давно определены. Кто превзойдёт – дитя или прародитель? С чего начать, толпою торопливой, К моей душе, так долго молчаливой, Бегут стихи, как стадо резвых коз? Опять плиту венок любовных роз Рукою верною и торопливой. Я не хвостун, но не скопец сонливый И не боюсь обманчивых занос. Спрошу открыто, без манерных поз – С чего начать? Так я метался в жизни суетливой. Явились вы, и я, с мольбой стыдливой, Смотрю на стан стройней озёрных лоз, И вижу ясно, как смешон вопрос, Теперь я знаю, гордый и счастливый, С чего начать? Эрос – древний, как мир. Эрос – святой и проклятый. Один единиц богами, Другой мучает и уничижает. Один – разумное и светлое божество, Источник света, от него произошли люди, Другой – слепой, Омрачает ум и высвобождает стихию. Этот последний не щадит никого. Проклятый Эрос, каким его видели античные страдальцы, Кузнец, бьющий молотом по раскалённому железу. Кузьмин боится его, Как боится страшных снов в последние годы жизни. Но и тот и другой имеют Свою власть над ним. Проклятый Эрос – проклятые поэты. Когда опускается ночь, Великолепный дьявол поднимается по таинственной лестнице прямо из преисподней И искушает Шарля Бадлера. Если ты хочешь, если хочешь, Я сделаю тебя властителем душ. И живая материя будет тебе послушна В большей мере, чем может быть послушной воятелю глины. И ты познаешь непрестанно Возрождающуюся радость – Выходить из границ себя самого, Чтобы забываться в других И привлекать к себе души других, Чтобы сливать их со своей. Бадлер Стихотворение в прозе Плод зреет Какая-то лень недели кроет, Замедляют заботы лёгкий миг. Но сердце молится, сердце строит, Оно у нас плотник, не гробовщик. Весёлый плотник сколотит терем, Светлый тёз – не холодный гранит. Пускай нам кажется, что мы не верим, Оно за нас верит и нас хранит. Оно всё торопится, бьётся под спудом, А мы, будто мёртвые, без мыслей, без снов, Но вдруг проснёмся перед собственным чудом, Ведь мы всё спали, а терем готов. Но что это, Боже, не бьётся ли тише, Со страхом к сердцу прижала с рука? Плотник, ведь ты не достроил крыши, Не посадил на неё конька. 1916-й Мы все читали ваши стихи в северных записках, – говорит поэт Марина Цветаева. Это была такая радость. Когда видишь новое имя, думаешь, Ещё стихи, вообще стихи, Устное изложение чувств, И большую частью чужих, Или слова чужие. А тут сразу, с первой строки, Своё, сила. Я знаю правду, Всепрешние правды рочи. И это мы почувствовали все. Марина Цветаева. Нездешний вечер. По ночам к Анне Карениной, пугая, Приходит мужичок, Страшный, с ерошенной бородой. Я хотела бежать, но он нагнулся, Над мешком и руками что-то копошится там. Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на её лице, И Вронский, вспоминая свой сон, Чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. Он копошится и приговаривает по-французски – Скоро, и, знаешь, грассирует. Il faut le battre, le fer, le brouillet, le patrieur. Надо ковать железо, Талочь его, мять. Лев Николаевич Толстой Анна Каренина Любовь Если б я был древним полководцем, – покорил бы я Эфиопию и персов, Свергнул бы я фараона, Построил бы себе пирамиду выше Хиопса, И стал бы славнее всех живущих в Египте. Если б я был ловким вором, Обокрал бы я гробницу Менкаура, Продал бы камни александрийским евреям, Накупил бы земель и мельниц, И стал бы богаче всех живущих в Египте. Если б я был вторым антиноем, Утопившимся в священном Ниле, Я бы всех сводил с ума с красотою, При жизни мне были б воздвигнуты храмы, И стал бы сильнее всех живущих в Египте. Если б я был мудрецом великим, Прожил бы я все свои деньги, Отказался бы от места занятий, Старожил бы чужие огороды, И стал бы свободней всех живущих в Египте. Если б я был твоим рабом последним, Сидел бы я в подземелье, И видел бы раз в год или два года Золотой узор твоих сандалий, Когда ты случайно мимо темниц проходишь, И стал бы счастливей всех живущих в Египте. А я пятнадцати лет читала ваше «Зарыто шпагой, Не лопатой» Манон Леско. Даже не читала, мне это говорил наизусть Мой вроде как жених, за которого я потом не вышла замуж, Именно потому, что он был лопата, и борода лопата, и вообще. Марина Цветаева. Нездешний вечер. Сын божественного обилия И человеческой бедности Эрос обречён вечно повторять то судьбу матери, то отца. Раненый человек – тот, кто влюблён. Его рана – это нечто, не принадлежащее ему, Полученное по божественному умыслу и, быть может, Единственный залог бессмертия. Мужичок, приговаривая, что-то работал над железом. Всякое желание добра и счастья для каждого Есть величайший и лукавый Эрос, – рассудил Платон. Плод зреет. Не знаешь, как выразить нежность, Что делать, жалеть, желать? Покоя полна мятежность, Исполнена трепета гладь. Оттого обнимаем, целуем, Не отводим влюблённых глаз, Не стремимся мы к поцелуям, А не лишь невнятный рассказ О том, что безбрежна нежность, Что в нежности безнадежность, Древнейшая в ней мятежность, И новая каждый раз. Сила любви, ведущая человека к богам, А богов к человекам, Новая каждый раз. Она не может угаснуть, Она предрешает исход игры, В которой из века в век Люди выбывают с поля сражения, А жизнь и смерть подчинены Эросу. Как вам понравился Михаил Алексеевич? Мне – молодой хозяин, Вернее, один из молодых хозяев, Потому что их двое – Серёжа и Лёня. Лёня – поэт, Серёжа – путешественник, И дружу я с Серёжей. Лёня поэтичен, Серёжа – нет, И дружу я с Серёжей. С Серёжей я рассказываю про свою маленькую дочь, Оставшуюся в Москве первое расставание, И которой я, как купец в сказке, Обещала привезти красные башмаки, А он мне – про верблюдов своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен, Цветок. Старинный томик медного всадника держит в руке, Как цветок, слегка отставив руку, Саму, как цветок. Что можно сделать такими руками? Марина Цветаева. Нездешний вечер. Мудрая встреча О, плакальщики дни минувших, Пытатели немой судьбы, Искатели сокровищ потонувших, Вы ждёте трепетно трубы. Свой срок, бесстрастно неизменный, Пробудет дали тот сигнал, Никто, вунтующий и мирный пленный, Своей судьбы не отогнал. Река всё та ж, но капли разны, Безмолвны дали ясен день, Цвета цветов всегда разнообразны, И солнца свет сменяет тень. Наш взор не слеп, не глухо ухо, Мы внемлем пенью вешних птиц. В лугах тепло, предпраздничное и сухо, Не торопи своих страниц. Готовься быть к трубе готовым, Не сожалей и не гадай, Будь мудро прост к теперешним околам, Не закрывая глаз на май. Эрос не нарушает однажды принятые правила игры. Эрос всегда и везде один и тот же, Он всегда есть рождение в красоте И рождение для бессмертия. Алексей Фёдорович Лосев, Эрос у Платона. Просвещение и искусство его плоды. И пусть не возбраняется сомневаться в любых истинах, Но благо и истину любви под сомнение Поставит разве лукавой. Отчего же во все эпохи и времена Была любовь, которая считалась запретной? Она носила разные маски И обретала самые неожиданные Обличья. Во все эпохи и времена, В силу тех или иных сатанинских причин, Человека ограничивали расой, Нацией, полом, Вероисповеданием, Идеологией, а значит, Запрещали любить человека. «Почему я в кредит по талонам Получаю любимых людей?» – Это новейшая история, Владимир Высоцкий. «И что этот запрет, Наложенный на любовь? Я дышу, и значит, Я люблю. Я люблю, и значит, Я живу» – Владимир Высоцкий. «Запретить любить – Запретить человеку быть. Я поля влюбленным по стилю – Вот квинтэссенция эроса, Предназначение поэта». «А вы знаете, Что сейчас произошло? Ну, это несколько вольно. Вы не рассердитесь?» – испуганно молчу. «Не бойтесь. Это просто смешной случай. Я только что вернулся домой, Вхожу в гостиную и вижу на банкетке посреди комнаты Вы с Лёней, обнявшись». – Я. «Что?» – он невозмутимо. – Да. – обняв друг друга за плечи и сдвинув головы. – Лёнин, чёрный затылок и ваш светлый кудрявый. Много я видел поэтов и поэтесс, Но всё же, признаться, удивился. – Я. – Это был Есенин. – Да, это был Есенин. – Что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки. – Да, но Есенин в голубой рубашке, а я… – Этого, признаться, я не разглядел. Да, из-за волос и рук ничего и видно не было. Марина Цветаева. Нездешний вечер. Струи. Если мне скажет, Ты должен идти на мученье, С радостным пеньем зайду На последний костёр. Послушный. Если бы пришлось навсегда Отказаться от пенья, Молча под нож, Свой язык я и руки б простёр. Послушный. Если б сказали, Лишён ты навеки свиданья, Вынес бы эту разлуку, Любовь укрепив. Послушный. Если б не дали Последней измены страданья, Принял бы в плаванье долгом И этот пролив. Послушный. Если ж любви между нами Поставят запрет, Я не поверю запрету И вымолвлю – нет. Сатаною является Эрос Шарлю Бадлеру. Лицо первого сатаны было неопределённого пола, и линии его тела являли изнеженность древних вакхов. Его прекрасные томные глаза Неопределённо тёмного цвета Походили на фиалки, Ещё отягчённые крупными слезами грозы, А полуоткрытые губы на раскалённые курильницы, Источавшие сладкое благоухание, И при каждом его вздохе Маленькие мускусные мошки, Порхая, Вспыхивали от знойности его дыхания. Вокруг его пурпурной туники, Играя переливами, В виде пояса, Обвивалась змея. Приподняв голову, Она томно обращала к нему свои глаза Два раскалённых угля. На этом живом поясе висели, Чередуясь с флаконами, Полными зловещих жидкостей, Блестящие ножи и хирургические инструменты. В правой руке он держал Другой флакон с красной светящейся жидкостью, И следующей странной надписью – «Пейте, это кровь моя, Превосходное укрепляющее средство». А в левой у него была скрипка, Без сомнения, Чтобы воспевать свои радости и страдания, И распространять в ночи шабаша Заразу своего безумия. На его изящных ногах Молочилось несколько звеньев золотой разорванной цепи, И когда причиняемое ими стеснение Вынуждало его опускать глаза в землю, Он кичливо любовался ногтями своих ног, Блестящими и гладкими, Как тщательно отшлифованные драгоценные камни. Шарль Батлер Каждая крошка кости Милей, чем святые мощи. Пусть я всегда проклинаю, Кляните, люди, кляните, Тушите костёр кострами, Леду не сковать водопада, Ведь мы ничего не знаем, Как тянутся эти нити Из сердца к сердцу сами. Не знаем и знать не надо. 1916. Всё прекрасное трудно. Потому в жизни человеческой всегда было много трагизма, Что глубокое духовное стремление разумного существа к смыслу Тонет в бесформенности и слепом самоподчинении Техники обыденной игры. «Всему, что встречается душе нашей и любится ей, Вздыхает Алексей Фёдорович Лосев в работе 1916 года, Что вскидывает жизнь перед испытующим И удивлённым оком нашим, Всему приходит черёд стать обыкновенным, Порой блестящим, но часто мучительно серым, Покрывалом Майи, Блестящим, но всегда захватывающим Завоёванную тайну. В эти дни сумрачных раздумий О судьбах жизни нашей, Во дни поколебленной веры нашей В Царство Божие на земле, Которому не суждено исполниться Ни в человеческом обществе Преданным кровавым браням, Ни в любви, забывшей объединении Родственных душ, В эти дни, А о них болел человек во все времена, И да будет позволено погрузиться В эллинские мечты И подчеркнуть там Животворящей и спасительной благи. Алексей Фёдорович Лосев Эрос у Платона Сквозь розовый утром лепесток Посмотреть на солнце, Калой занавески медную Поднести к одельнице, Полюбоваться на твои щёки, Лунный луч через жёлтую Пропустить виноградину, На плоскогорье уединённое Встретить озеро, Смотреться в твои глаза. Золотое ровное шитьё Вспомнить твои волосы, Бег облаков в марте Вспомнить твою походку, Радуги к небу Концами встали Над вертящейся мельницей Обнять тебя. Май 1921 Святой Эрос соединяет в любви две души. Это эрос прекрасных тел. Однако, следуя по стопам Платона, Идущий к этому предмету правильно Должен с юности начать своё шествие К прекрасным телам. И при том, если руководитель Руководствует верно, Сперва любить одно тело И здесь рождать прекрасные речи, Потом сообразить, что прекрасное В каком-нибудь одном теле Сродно с прекрасным в другом, И, как скоро надобно Преследовать прекрасное видовое, То было бы великое безумие Не почитать его одним и тем же Во всех телах. Думая же так, он должен Сделаться любителем всех прекрасных тел. А эту сильную любовь к одному, Презрев и уничижив, ослабить. Платон Федор Эта эрос притягательна и телесна, И потому коварна, если не довести мысль, По которой движемся до логического завершения. «Мы знаем, что всё тленно, И лишь изменчивость неизменно», – Заметил как-то Михаил Кузьмин. Лёня, Есенин, Неразрывные, Неразливные друзья. В их лице, в столь разительно Разных лицах их сошлись, Слились две расы, Два класса, два мира, Сошлись через всё и вся поэты. Лёня ездил к Есенину в деревню. Есенин в Петербурге от Лёни не выходил. Так и вижу их две сдвинутые головы На гостиной банкетке, В хорошую мальчишескую обнимку, Сразу превращавшую банкетку В школьную парту. Мысленно и медленно обхожу её. Лёнина чёрная головная гладь, Есенинская сплошная кудря, Курча, Есенинские васильки, Лёнины кари и миндалины. Приятно, когда обратно. И так близко. Удовлетворение, как от редкой И полной рифмы. Марина Цветаева. Нездешний вечер. ВЕСЕННИЙ ВОЗВРАТ Проходит всё, и чувствам нет возврата. Мы согласились мирно и спокойно, С таким суждением всё выходит стройно, И не страшна любовная утрата. Зачем же я, когда вас вижу снова, Бледнею, холодею, заикаюсь, Былым или небылым огнём терзаюсь, И нежно и благодарю оковы. Амур-охотник всё стоит на страже, Возвратный тиф опаснее и злее. Проходит всё, моя любовь не та же, Моя любовь теперь ещё сильнее. После сего следует ему прекрасное в душах Ценить выше, чем прекрасное в тель. Так что, если бы кто по душе благонравный, Лицо имел и малоцветущее, Этого довольно должно быть ему, Чтобы любить его, заботиться о нём, И стараться рождать в нём такие речи, Которые делают юношей лучшими. Таким образом, он опять принуждён Будет созерцать прекрасное в занятиях и законах, И видеть его, как сродное себе, А красоту телесную уничижить. Платон Федор Это эрос прекрасных душ. С его высот возможно видеть мир во всей целостности И любить всё море красоты во всех её проявлениях. Эрос не оставит любящие души. После Лёни осталась книжечка стихов, Таких простых, что у меня сердце сжалось, Как я ничего не поняла в этом эстете, Как этой внешности поверила. Лёня Леонид Коногиссер Был расстрелят большевиками После покушения на Урицкого. Марина Цветаева. Нездешний вечер. Отдых. Как сладко дать словам размеренным Любовный яд и остриё. Но слаще быть вполне уверенным, Что ваше сердце вновь моё. Я знаю тайно, вне сомнения, Что неизбежен странный путь, Зачем же смутное волнение Безверную тревожит грудь. Мне всё равно, позор, победа ли, Я всё благословлю, пока Уста любимые не предали И не отдёрнулась рука. Не предадут уста – не отдёрнется рука. Святой Эрос созерцает божественную красоту. Ту красоту, что над всякой игрой, Что не рождается, не гибнет и не оскудевает. Если бы это прекрасное ты увидел, То и не подумал бы сравнивать его Ни с золотом, ни с нарядом, Ни с прекрасными мальчиками и юношами, Что, видя, теперь поражаешься И готов сам, подобно многим другим, Которые и видят своих любезных И всегда обращаются с ними, Если возможно, не есть и не пить, А только смотреть и быть Вместе с предметом любимым. Эта красота в себе, Не имеющая никаких здешних определений. Узревший этот запредельный тамошний мир Живёт истинной жизнью, И он любезен Богу больше, Чем всякий другой смертный. Платон Федор Таков Эрос. Людям же не хватает доброты, Как версификатору вдохновения. Эрос отнят у человечества, Как некогда царство Божие. Человечество пусто без Эроса. В своём абсолютном самопожертвовании Он единит сначала две души, А потом всех и каждого для вечной жизни. Эрос преодолевает земную доль И разъединение. Хаос уступает душе. Волхвы шествуют На встречу спасителям. Не внятен смысл твоих велений. Молиться ли проклинать, Бороться ли, Велишь мне, Непонятный день. Родник скудеет, Скуп и мал, И скороход бенотсо год соли В дремучих дебрях задремал. Холмы темны медяной тучей. Смотри, я стройных струн не трогаю, Твой взор, пророчески летучий, Закрыт, крылатых струй не льёт, Не манит майскую дорогою Опережать гермесов лёд. Не ржут стреноженные кони, Раскинулись дряхлея воины, Держи отверстыми ладони. Красна воскресная весна, Но рощи тьмы не удостоены Взыграть, воспрянув ото сна. Жених не назначает часа, Не соблазняйся промедлением, Лови через лёд призывы гласа, Елеем напоём твой лён, И, распростясь с ленивым мленьем, Воскреснешь волен и влюблён. 1921 Чьё сердце засияло На синем-синем си Сколь беззвучно Для человеческого уха Движение небесных сфер. Лишь смена времён года, Дня и ночи подсказывает, Что и там, наверху, Не всё в покое и безмятежности. Кометы, возникающие неизвестно откуда, И исчезающие неизвестно куда, Ночами озаряющие беспокойные города, Что пугают людей страшными И нелепыми предсказаниями, Астероиды, сгорающие в воздушном куполе, Фосфоресцирующие точки В фиолетовом лунном свете. Человек на вокзале. Сегодня он прибыл в мир, Где может видеть небо, Но не слышит его. Вокруг дьявольский грохот железа И невозможность борьбы. Завтра убыл, И направление его неизвестно. Быть может, там он услышит музыку сфер, Но, быть может, там же лишится и зрения. Плод зреет Находит странное молчанье По временам на нас, Но в нём таится увенчанье Спокойный счастья час. Задумавшийся над ступенями, Наш ангел смотрит вниз, Где меж деревьями осенними Золотистый дым повис. Затем опять наш конь пришпоренный Приветливо заржёт, И по дороге непроторенной Нас понесёт вперёд. Но не смущайся остановками, Мой нежный, нежный друг, И объяснениями неловкими Не нарушай наш круг. Случится всё, что предназначено, Вожатый нас ведёт, За те часы, что здесь утрачены, Небесный вкусен мёд. 1913. В 1908 году выходит в свет Первый поэтический сборник Михаила Кузмина – «Сети». В 1929 году – последний. «Форель разбивает лёд». Всё его литературное творчество Сосредоточено между этими двумя датами. За двадцать с небольшим лет Кузмин издаёт десять книжек-стихов. Он приходит в русскую поэзию В момент её расцвета И уходит одним из последних рыцарей слова. «Когда-нибудь буду я божий воин!» Слышит он своё предназначение. «Но так слаба, покуда рука!» Георгий Викторович Адамович вспоминал. У меня сохранилась в памяти Встреча на Спасской в Петербурге, Кажется, в 1922 году. Он быстро шёл куда-то, почти бежал, В потёртом пальтишке, небритый, Опустившийся, неузнаваемый. Был сильный мороз, И Кузмин, улыбаясь своей чуть застенчивой улыбкой, Несколько раз повторил. «Ничего, ничего, живу! Вот зябну только, зябну!» Ну, ничего, а зябну! Стихотворение Молитва Покаяние в слабости Просьба о милости Слабость давит тяжестью оков, Ядром, какому каторжник, прикован цепью. Душа ещё боится быть крылатой, Боится быть низверженной с высоты призывов Моцарта И Дебюсси к просьбе о корке хлебной. Милость не в подаянии, Не в справедливости на земле. Зачем ломать стену, Когда перед ним открытая дверь? Милость в бесполезном, Но единственно верном пути поэта Вере сердцем и созвучии голосам. Господь, я вижу, я недостоин, Я сердцем верю, и вера крепка, Когда-нибудь буду я Божий воин, Но так слаба, покуда рука. Твоя заря очам моим брезжет, Твоё дыханье свяжит мне рот, Но свет твой лёгкий так сладостно нежит, Что сердце медлит лететь вперёд. Я умиляюсь и полем взрытым, Ручьём дороги в тени берёз, И путником дальним, шлагбаумом открытым, И запахом ржи, что ветер принёс. Ещё я плачу, бессильно бедный, Когда ребёнка бьют по щекам, Когда на просьбу о корке хлебной Слышат в ответ сухое «не дам». Меня тревожит вздох мятежный, От этих вздохов Господь спаси, Когда призыв я слышу нежный То Моцарта, а то Дебюсси, Ещё хочу забыть я о горе. И загорается надеждою взор, Когда я чувствую ветер с моря И грежу о тебе, Госфор. Ещё я ревную, мучусь, немею, Господь моё счастье обереги, Ещё я лёгким там быть не смею, Где должны быть крылаты шаги. Ещё я верю весенним разливам, Люблю левкою и красную медь, Ещё мне скучно быть справедливым, Великодушьим хочу гореть. 1916. Бог наделяет мыслью и чувством, Как суверен феодом, Кого за службу и веру, Кого по благодати. Иногда бывает авансом. Господь, я вижу, я недостоин. Он никого не любил, Ко всем был равнодушен, Кроме очередного мальчика. В его салоне существовал Настоящий культ сплетни. Салон этот имел самое дурное влияние На молодых людей. Они принимали его за вершину мысли И искусства. А на самом деле это был разврат мысли, Потому что всё признавалось игрушечным, Над всем посмеивались Или издевались. Да, Михаил Алексеевич был Совсем лишён доброты. Лидия Чуковская Записки об Анне Ахматовой . На смену влюблённостям, Которые всякий раз завершаются Либо скандалом, Либо болезненным разрывом отношений, Приходили то православие, То раскол, то искусство. Но это, на первый взгляд, Метание мятежной души – Свидетельство жизни, Проходящей во многих пространствах. Михаил Алексеевич Кузьмин Не принадлежит России и ХХ веку. Ещё до того, как определить Окружающий его мир, Как это, к примеру, делает Максимилиан Волошин С тех пор, как отрокам у молчаливых Торжественно пустынных берегов Очнулся я. Кузьмин обнаруживает себя Вне связи привычного мира. Его мысль посещает миры По пространственным связям Иного рода. Ей ещё только предстоит определиться, Как принадлежащей современности Началу века. И это самоопределение Будет трагичным В прохождении через репрессии, Голод и пустоту. Русский рай Всё тот же сон, живой и давний, Стоит и не отходит прочь. Окно закрыто плотной ставней, За ставней – стынущая ночь. Трещат углы, тепла лежанка, Вдали пролает сонный пёс. Я встал сегодня с позаранку И мир на мирный день пронёс. Беззлобный день так свято долог, Всё кроткий блеск и снег, и ширь. Читать тут можно только пролог Или Давидову псалтырь. И зной печной в коморке белой, И звон ночной издалека, И при лампадке нагорелой Такая белая рука. Размаривает и покоит. Любовь цветёт проста, пышна, А вьюга в поле люто воет, Вьюны сажая у окна. Занесена пуругой пушистой, Живи, любовь, не умирай, Настал для нас огнисто-льдистый Морозно-жаркий русский рай. Ах, только б снег да взор любимый, Да краски нежные икон, Желанный, неискоренимый, Души моей давнишний сон. Август 1915 Бог разделил по длине своё творение И соединил обе части в форме креста. Затем он согнул концы таким образом, Что они образовали круги. Из этих кругов – одного наружного, Другого – внутреннего, Первый направился слева направо, А второй – справа налево. Первый вовсе не был разделён, Второй был разделён на шесть интервалов, Из которых образовалось семь неравных кругов. Эти неравные круги были помещены На двойных и тройных расстояниях. Он заставил их двигаться В противоположных направлениях. Три круга двигаются с одинаковой скоростью Очевидно, Солнце, Меркурий и Венера, Четыре – с различными скоростями, Хотя всегда пропорциональными, По всей вероятности, Луна, Марс, Юпитер. Фламмарион. История Неба. От Земли до Луны тон. Полутон – от Луны до Меркурия И от Меркурия до Венеры. Полтора тона – от Венеры до Солнца И тон – от Солнца до Марса. Полутон – от Марса до Юпитера И от Юпитера до Сатурна. От Сатурна до звёзд – полтора тона. Ангел, задумавшийся над ступенями Мировой души, смотрит вниз. Какой смысл можно извлечь Из этих двух крест-накрест Сложенных половин? Какой смысл звуков, Происходящих из-за вздохов Мятежных, морских волн, Дремучих лесов, первобытных ночей? От этих вздохов Господь спаси! Но поёт мировая душа, Как молоты на наковальне, Чей перезвон звучал в душе Пифагора Правильной октавой, квинтой и квартой. Терцией и секундой звенит Натянутая струна. И над земным хором Гигантское и выверенное движение Светил по своим орбитам Порождает музыку небесных сфер. Не стоит пробовать её записать, Подслушать едва ли возможно. Лишь вглядываясь в небесный свод, В облака, пылающие на божеской руке, Поэт различит, как в планетном концерте Сатурн и Юпитер Исполняют партию баса, Марс, тенора, Земля с Венерой контр-альто, А Меркурий – сопрано. Столь великие движения, Бросает в пространство взгляд Цицерон, Не могут совершаться в безмолвии, И весьма естественно, Что крайние оконечности вселенной Издают противоположные звуки, Как в октаве. Небо неподвижных звёзд, следовательно, Должно исполнять партию верхних нот, А Луна – партию басовых. Своей извечной мелодией Светила ласкают не слух, Но сердце Кеплера, Плиния, Пифагора, Бывших или не бывших, Как Моцарт и Дебюсси. Музыка Тебя я обнимаю, И радуга к реке, И облака пылают На божеской руке. Смеёшься – дождь на солнце, Роснится резида, Ресницою лукавит Лиловая звезда. Расколотой кометой фиглярит Фигаро, Таинственно и внятно Моцартово Таро, Литейское блаженство В тромбонах сладко спит, С крепичным перелеском Звенит смолистый скит. Какие бросят тени В пространство милый взгляд, Не знаешь и не надо Смотреть, мой друг, назад. Чьё сердце засияло На синим, синим си, Задумчиво внимает Небывший Дебюсси. Май 1922-го Я писала, как он, а не он, как я. Моё стихотворение И мальчик, что играет на волынке, Написано явно под его влиянием. Но это случайность, В основе всё разное. У нас, у Коли, например, Всё было всерьёз, А в руках Кузмина Всё превращалось в игрушки. С Колей он дружил только в начале, А потом они быстро разошлись. Лидия Очковская Записки об Анне Ахматовой 8 августа 1940 года «Мир – не только сфера, – говорит Платон, – Но сфера – это совершенно. Творец позаботился о том, Чтобы поверхность её была совершенно гладкая, И это не без причин. Действительно, мир не имел надобности в глазах, Ибо вне его нет никакого видимого предмета, Не имел также нужды в ушах, Ибо ничто, чуждое его субстанции, Не может издать звука, Не имел нужды в органах дыхания, Ибо он вовсе не окружён воздухом. То, что служит для принятия пищи И для выбрасывания грубых частиц, Было для него совершенно бесполезно, Ибо не имея ничего вне себя самого, Он не мог ничего в себя принимать, Ни из себя извергать. Наконец, так как не существует Ничего вне его самого, Чтобы он мог схватить, Или от чего бы он должен был защищаться, То руки для него совершенно бесполезны. Тоже можно сказать о ногах, И обо всём, что помогает ходьбе. Из семи возможных направлений движения Творец дал ему направление, Более всего приличествующее его фигуре. Он заставил его вращаться Около его собственного центра. А так как для вращательного движения Не надо ног, То Творец мира и не дал ему таковых. Стеклянно сердце и стеклянно грудь Звенят от каждого прикосновенья, Но строгий сторож осторожен будь Подземная, да не проступит муть За это блещущие огражденья. Сплетенье жил, теченье тайных вен, Движение частиц, любовь и сила, Прилив, отлив, таинственный обмен, Весь жалостный состав благословен, В нём наша суть искала и любила. О звёздах, облаке, траве, о вас Гадаю из поющего колодца, Но в сладостно непоправимый час К стеклу прихлынет сердце, И алмаз пронзительным сияньем разольётся. 1922. Как вам нравится, Кузьмин? Лучше нельзя, проще нельзя. Ну, это для Кузьмина редкий комплимент. В природе человека много надуманного и наносного, что кажется важным сиюминутно, Но не представляет ценности на исходе дней Или перед лицом большого чувства. Подземная да не проступит муть. Душа – повер благословенного И жалостного органического состава, И даже не в таинственном обмене веществ, Место её там, где мыслящее тело, Однако Кузьмин ощущает его поющим колодцем, И, о чудо, мир становится сердцем. Вместилось всё – облака, травы, звёзды В мутно-серых небесах, А в них, как не узнать любимые глаза, Что вот уже смотрят со дна колодца На те же звёзды, облака, травы. Осенний май Одно и то же небо над тобою И надо мной сереет в смутный час. Таинственною, связанной судьбою, Мы ждём, какой удел постигнет нас. Звезда сквозь тучу крадучись восходит, Истерегущий глаз на нас наводит. Как не узнать тебя, звезда Венеры? Хоть трепетно и робко ты дрожишь, Но прежней прелестью любовной веры Над разделёнными ты ворожишь, Как призрачна минутная преграда, Кому пустых поруг и клятв не надо. Ты захотел, и вот синей индиго Сияет небо, тучи разделив, И, недоверчивости сбросив иго, Персидский зрим перед собой залив. И спутнице любви неколебимой Лучит звезда зелёный свет, любимый. Быть может, я могу сердечным пылом Тебе целенье лёгкое послать, Чтоб лес казался менее унылым, И море, неприветливая гладь, не так томило. Вся моя награда – узнать, Дошла ли скромная отрада. Всё можем мы. Одно лишь не дано нам – Сойти с путей, где водит тайный рок, И самовольно пренебречь законом, Коль не настал тому урочный срок. Не сами мы судьбу свою ковали, И сами раскуём её едва ли. Лукавый мучится И принуждает мучиться души. Попытка расковать цепи судьбы Оборачивается бегством на вокзал, Куда прибыл и откуда отбудет человек. Самоубийство, Коль не настал тому урочный срок. Или Загородное путешествие. Потому что пространство организовано таким образом, Что мир устроен так, а не иначе. Сейчас, когда уже есть Весь этот мир в своих связях и отношениях, Что может изменить перемещение В координатной сетке его измерений. Ещё один вокзал раскроет пасть И исторнит человеческие души. Ещё одна Каренина найдёт своё обираловку. – Нет, я не дам тебе мучить себя, – подумала она, Обращаясь с угрозой ни к нему, ни к самой себе, А к тому, кто заставлял её мучиться, И пошла по платформе мимо станции. Лев Толстой, Анна Каренина Трое Уезжал я средь мрака, Провожали меня только друг да собака, Паровозы свистели, Так же ль верен ты мне И мечты наши теле, Надвигались туманы, Неужели во тьме только ложь и обманы? Только друг да собака Пожалели меня И исчезли средь брака. Мужичок, приговаривая что-то, Работал над железом, И свеча, при которой она читала Исполненную тревог, обманов, горя и зла, Книгу, вспыхнула более ярким, Чем когда-нибудь светом, Осветила ей всё то, Что прежде было во мраке, Затрещала, стала меркнуть И навсегда потухла. Лев Толстой, Анна Каренина О Кузьмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут легенды И слагают их всё та же зависть и злостность. Припев к слову Кузьмин был Жеманный, мазанный. Жеманности не было. Было природное изящество чужой особи, Особое изящество костяка, Ведь и скелет не равен скелету, Не только души. Был отлетающий мизинец Чаепития, Так в XVIII веке держал Шоколадную чашку Освободитель Америки Лафайет, Так в консьержерии Из оловянной кружки пил Наимужественнейший поэт Андрей Шенье. Были, кроме личного изящества костяка, Физическая традиция, Физический пережиток, Манерность рождённая. Была северская чашка. Был в Петербурге XX века Француз Мартиньки XVIII. О мази же. Мазь была Ровная, прочная, тёмно-коричневая, Маврова, Мулатова, Господа Богова. Только не намазан был, А вымазан и даже выварен В адовом ли кофе Лирической бессоннице, В ореховом ли настое Всех сказок, В наследственной ли Чужеземной прикрови, Не знаю. Знаю только, Что ровнее и коричневее, Коричневее и ровнее, И роднее Я краски на лице не видела. Разве на лице Нашего шоколадного дома В Трёхпрудном? Марина Цветаева. Нездешний вечер. Легче пламени. Молока нежней, Румянцем зари рдяна и грая, О, трак ринется золотых сеней, Раскаты в кудрях Раева грая. Мудрый мужеством, Слепотой стрелец, Когда ты без крыл В горницу внидишь, Бельма падают, Замерцал венец, Земли неземной, Зелени видишь. В шуме вихревом, Во сиянье лад, Всё тот же гонец Воли вельможной, Память пазухи, Откровений клад, Плывите дымы, Прихоти ложны. Царь венчается, Вспоминает гость, Пришлец опочил, Строятся кущи, Всесожжение Возликует кость, А кровь всё поёт Глуше и гуще. Декабрь 1921-го. Кузьмин был человеку очень дурной, Недоброжелательный, Злопамятный. Коля написал рецензию На осенние озёра, В которой назвал стихи Кузьмина Будуарной поэзией И показал, прежде чем напечатать Кузьмину. Тот попросил слово «будуарное» Заменить словом «солонное» И никогда во всю жизнь Не прощал Коле этой рецензии. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 8 августа 1940 года. Михаил Алексеевич Кузьмин так и не сумеет Привязаться к своему времени. Сетями выбирая слова Из осенних озёр души, Он преодолевает границы, Установленные сменой дня и ночи, И, как чародей, Приносит из каких-то иных миров Новые и живые вещи. Дождь, радугу, любовь. Каждый день, цел и не расколот, Он справляет новоселье в эпохах Своей непосредственной близости Открытых ему. Горизонты, тревожные и радостные, Как высота, бедные и беспечные, Как святости. Плод зреет. Мы в слепоте как будто не знаем, Как тот родник, что бьётся в нас, Божественно не исчерпаем, Свежей и нежнее каждый раз. Печалью взвившись, Падёт весельем. Глубже и чище Родной исток. Ведь каждый день Душе новоселье, И каждый час Светлее чертог. Из сердца пригоршней Беру я радость, К высоким брошу небесам Беспечной бедности Святую сладость И всё, что сделал, Любя я сам. Всё тоньше, Тоньше в эфирном горниле Синеют тучи над купами рощ, И вдруг, как благость, К земле опустили Любовь и радугу и дождь. 1916-й Мир вмещает в себя всё, И всё может. Создатель при сотворении Щедрой рукой употребил Всю существующую материю. Это игра ва-банк. «Это дитя, единственное совершенное, Сферическое, – сказывает Платон, – Потому что сфера, совершеннейшая из всех фигур, Одушевлённая и одарённая разумом, Потому что всё, что одушевлено и одарено разумом, Превосходит всё неодушевлённое И разумом неодарённое. И земля находится в центре. Ведь, каким бы донцем ни рисовал её Коперник, Но только над ней вселенный круговорот. И человек верит сердцем, И потому может слышать музыку, Недоступную органам чувств. И сердце живо просветлением, Гармонией организма, Отличного от дикой природы, Как электромагнитные волны, Вырабатываемые человеческим сердцем, Отличные от тех же волн сердец нечеловеческих. И мировая душа снисходит к нему В сплетенье жил, Теченье тайных вен, И оставляет память Христовой пазухи, Где всё любовь. Человек убывает с вокзала И называет убытие смертью. Остаётся лишь любовь, Лишь апостольская вера Остаётся навеки. Фидес апостолика Юрию Юркову Эт фидес апостолика Манебит пер этерна, Я вижу в лаке столика Пробор, как у экстерна. Рассыпал Вебер утренний На флейте брызги ронда И блеск щеки напудрений Любого Демимонда. Засвиристит без совести Малиновка-соседка, И строки вашей повести Летят легко и едко. Левкой ли пахнет палевый Тень ладана из Рима? Не назарель узнали вы, Что небом вы хранили? В кисейной светлой комнате Пел ангел англичанин. Вы помните? Вы помните о веточке в стакане, Сонате кристаллической И бледно-жёлтом кресле, Воздушно-патетический И резвый розчерк Берцли. Напрасно ночь арабочка Сурдинит томно скрипки, Моя душа, как бабочка, Летит на запах липки. И видит в лаке столика Пробор, как у экстерна, Этфидес апостолика Манебит пер етерна. И апостольская вера Пребудет навеки. Латынь. 1921-й. Серебряной обьётся форель, Форель, Форель. Сборник «Форель» разбивает лёд по признанию самого Михаила Алексеевича вершина творческого пути. Написанный в 1927 году, Он увидел свет в 1929. Два года спустя, 10 октября 1931 года, поэт записывает у себя в дневнике. По-моему, оценивая по пятибалльной системе все сборники, получится Сети – всё-таки пять, Осенние озёра – три, Глиняные голубки, Глиняные голубки – два, Эхо – два, Нездешние вечера – четыре, Вожатые – четыре, Параболы – четыре, Новый гуль – три, Форель – пять. Баллы не абсолютны, И в сфере моих возможностей, конечно. Повесть трудной, Полной превратности жизни Приближалась к концу. Кто хоть однажды не смел Бродяжно и вольно вздохнуть, Завидя Рейнвэй на звезду, На сиреневом, увы, небосклоне, Если мы не кастраты и сони, Путь – наш удел. Мёртв без спутника путь, И каждого сердце стучит. Найду. Михаил Кузьмин. Лесенка. Призванный служить у алтаря любви, Раненый в сердце, Кузьмин пролагает свой путь От эроса прекрасных тел, Каким проникнуты первые сборники, Сети и осенние озёра, К эросу прекрасных душ В нездешних вечерах и параболах. Отдых. Зачем те чувства, Что чище кристалла, Темнить лукавством ненужной игры? Скрываться время ещё не настало, Минуты счастья просты и добры. Любить так чисто, как Богу молиться, Любить так смело, как птицы, летать, Зачем к пустому роману стремиться, Когда нам свыше дана благодать? Конечно, были и занавешанные картинки, Стихотворения открытые, радостные И полные нескрываемой келесности. Кузьмин так же легко играет словом, Как эрос ранеными им душами. От эроса проклятого, Страшного мужичка с ерошиной бородой, Кузьмин восходит в зелёный край За паром голубым, В телесность духовную. Святой эрос выплавляет Человеческие души для воскресения. Святой эрос принимает Михаила Алексеевича в свои объятия, И уже более никакие страдания И измены не страшат его. Память пазухи, откровений клада Не разбила и не обманула сердце поэта. Ангел западного окна Густава Майренка Роман, вдохновивший поэта На всплеск разбивающий лёд форель, Не покинул его. В середине лета, Пока поэт служил своему ангелу, Форель билась о лёд. Зимнее небо напоминало о прошлых уроках И ручей прозрачно отливал серебряным лаком. Первое вступление Ручей стал лаком до льда, Зимнее небо учит, Леденцовые цепи ломко бренчат, как лютни. Ударь, форель, проворни, Тебе надоело ведь солнце аквамарином И птиц скороходом тень. Чем круче сжимаешься, звук резче, Позврат дружбы. На льду стоит крестьянин, Форель разбивает лёд. «Наше жестокое время», – скажет Георгий Адамович о фореле, – Действительно причинила боль Кузьмину, Отодвинув его раньше срока в историю, До срока состарив его. Кузьмин, несомненно, это сознаёт, Он пытается отстоять себя и своё место. И ещё одно замечание. Это всё-таки подлинная литература, Подлинное искусство. По общекультурному уровню, По качеству составляющего Книгу-материала, Который может выдержать сравнение С лучшими заграничными образцами. Георгий Адамович, Литературные заметки Как нелепо слышать это неловкое всё-таки, Брошенное Адамовичем, У кого, по мнению Гумилёва, Чувствуется хорошая школа И проверенный вкус. Брошенное, к тому же в наши времена, Когда, увы, русская литература, Из мировой мало-помалу Снова становится литературой провинциальной. Второе вступление. Непрошенные гости Сошлись ко мне на чай. Тут, хочешь или не хочешь, С улыбкой встречай. Глаза у них померкли, И пальцы словно воск, И нищенский играет По швам убогий лоск. Забытые названья, Небывшие слова, От тёмных разговоров Тупеет голова. Художник, утонувший, Топочет каблучком, За ним гусарский мальчик С простреленным виском. А вы и не рождались, У мистер Дориан, Зачем же так свободно Садитесь на диван? Ну, память экономка, Воображенье бой, Не пропущу вам даром Проделки я такой. В то жестокое время Михаил Кузьмин оставался Одним из последних русских поэтов Паладинов Серебряного века, Свидетелей и участников Величайшего взлёта мысли, А после – ужасающего Раскола и падения. И если я ведаю тайны, Поэт, Чародей, Властитель вселенной, Тем будет страшнее паденье. Николай Гумилёв Шесть лет прошло, Как расстреляли Николая Гумилёва И положили в гроб Александра Блока. Тёмные улицы Рождают тёмные чувства. Кузьмин отчаянно Сопротивляется Беспощадному Порядку вещей. Любовь, Сиротка, Кто тебя калечил? Калечил каждый, Кто вожделел Рая на земле. Скорей бежать Из этих улиц тёмных, Поверь, Не там рождается любовь. Двенадцатью ударами Форель разбивает лёд. Ещё какие-то осколки Теплились на дне Этой бездны, Ещё не совсем Отзвенели Фарфоровые колокольчики В жёлтом Китае. «Добрые чувства Побеждают Время и пространство», Смеялся над вещами поэт. В последние годы жизни Кузьмина Преследует Один и тот же Кошмарный сон. Художники, Поэты, Музыканты, Артисты балета, Раздавленные И уничтоженные Телегой Нового Миропорядка, Являются к нему С того света И зовут за собой. «У нас вас Очень ценят», Говорят они. «Значит, Пора Сдать редут. Последние Строчки, Последние усилия Разогнать тьму Над Россией. Они Гибнут В блокадном Ленинграде, Когда ГПУ Суд сжигает архивы, В которых Погребён Свет Предсмертных Стекотворений Михаила Алексеевича Кузмина И так никем не Узнанных Реквизированных Переводов Шекспира». Третий удар Как недобитое крыло Висит Модель Голландский Ботик Оранжерейное Светло В стекле Подобных Библиотик. Вчерашняя Езда И нож И клятвы В диком Иступленьи Пророчили мне Где-то ложь, Пародию На преступленье. Узнать Хотелось, Очень жаль, Но мужественный Вид комфорта Доказывал мне, Что локаль Не для бесед Такого сорта. Вы только что ушли, Шекспир Открыт, Дымится Папироса Сонеты. Как Не сложен Мир Подмартовский Напев Вопроса. Как Тает Снежное Шитьё, Весенними Гоня С лучами, Так Юношеское Житие Идёт Капризными Путями. 4 августа 1926 года Михаил Алексеевич Кузмин Записывает Дневник. Вчера Страшный сон. Комната Новая, Большая, Но очень уединённая. Ничего Ни извне, Ни из неё Не слышно. Я один. Но тишина Полна звуков. Двери Ужасно маленькие И далеко. Музыка. Вдруг Куча Мышей И зарезавшийся Балетчик Литовкин Лилипутом Играет на флейте. Мыши Танцуют. Я Смотрю с интересом, С некоторым страхом. Стук в дверь. Гость. Незнакомый, Смутно что-то вспоминаю. Обычное. Вы Меня Не узнаёте. Мы встречались Там-то и там-то. Чем-то мне не нравится, Внушает страх И отвращенье. Ещё Стук. Наверное, Сапунов Говорит. Ужас. Действительно, Сапунов. Юрочка Уже тут Каким-то чудом. Николай Николаевич Только постарел И немного опух. Я В крайнем ужасе Крещу его. Да Воскреснет Бог И Отче наш. Он Весь перекосился От злости. Однако Вы любезно, Мигуэль, Встречаете Старых друзей. Вот ещё Будут ко мне Таскаться Всякие Покойники. Теперь Я ясно знаю, Что и первый Умерший. Юрочка Вступается. Что вы, Майкель, Тело Николая Николаевича Не найдено, Он мог и быть В живых. А что Вы боитесь Креста? Да Ханжества-то Это Пора бы бросить. Шестой удар Баллада Ушёл моряк, Румян и рус, За дальние моря. Идут года, Сидеет уз, Не ждёт его семья. Уж бабушка за упокой Молилась каждый год, А у невесты молодой На сердце тяжкий лёд. Давно убрали со стола, Собака гложет кость, Завыла, Морду подняла, А на пороге кость. Стоит моряк Лет сорока. Кто тут хозяин? Эй, Привёз я весь издалека Для мистриц Анны Рэй. Какие вести скажешь нам? Жених погиб давно. Он засучил рукав, А там Родимое пятно. Я Эрвин Грин Прошу встречать. Без чувств невеста хлоп, Отец заплакал, Плачет мать, Целует сына в лоб. Везде звонят колокола, Динг-донг среди равнин, Венчаться Анна Рэй пошла, А с нею Эрвин Грин. С волынками проводят их, Оставили вдвоём. Она Хочу тебя, жених, Спросить я вот о чём. Объездил много ты сторон, Пока жила одной. Не позабыл ли ты закон Своей страны родной? Я видела, не чтишь святынь, Колен не преклонял, Не отвечаешь ты аминь, Когда поют хорал, В святой воде не мочишь рук, Садишься без креста, Уж не отвергся ли ты, друг, Спасителя Христа? Ложись спокойно, Анна Рэй, И вздора не мели, Знать не видала ты людей Из северной земли. Там светит всем зелёный свет На небе, на земле, Из-под воды выходит цвет, Как сердце на стебле. И всё ясней Для смелых душ Замёрзшая звезда. А твой ли я, Жених и муж? Смотри, Смотри сюда. Успокаиваюсь, Преодолевая отвращение, Целую холодного Сапунова, Знакомлюсь с Юрочкой. Садимся, как гости на тахту, Заваливаемся. Да ещё в пылу спору, Он вдруг предлагает мне Тысячу рублей. Вытаскивает пачку. Я помню, Что если снится покойник, От него ничего брать, Ничего ему давать не следует. Отказываюсь. Тот понял мою мысль, Перекосился и спрятал деньги. Ну, как хотите. Новый гость, Заведомый покойник. Симпатичный какой-то музыкант. Все они плохо бриты, Платья помяты, Грязноваты. Но видно, Что и такой примитивно приличный вид Стоил им невероятных усилий. Все они по существу злы и мстительны. У Сапунова смутно, Как со дна моря, Сквозить личное доброжелательство ко мне, Хотя, вообще-то, Он самый злокозненный из трёх. Расспросы о друзьях. Да, мы слышали от того-то и того-то Недавно умерших. Как они там говорят, Шепчутся, Злобствуют, Ждут, Ждут, Манят. У нас вас очень ценят, Будто о другой стране. Загробная память ещё при жизни. Собираются уходить. Как хорошо посидели, Приятно вспомнить старину. Теперь осталось мест шесть-семь, Где можно встречаться. Боже мой, Они будут ко мне ходить. Выхожу проводить их. На лестнице кто-то говорит. И к вам повадились. Это уж такая квартира, Тут никто и не живёт. Пили ли они или ели, Я не помню, Курить курили. Не изображение ли это нашей жизни Или знак? Она глядит, и так и сяк, В себя ей не прийти. Сорокалетний где моряк, С которым жизнь вести? И благороден, и высок, Морщин не отыскать, Ресницы, брови и висок, Ну, глаз не оторвать. Румянец нежный заиграл, Зарделася щека, Таким никто ведь не видал И в детстве моряка. И волос тонок, словно лён, И губы горячей, Чудесной силой наделён Зелёный блеск очей. И вспомнилось, как много лет Тут, в замке, на горе, Скончался юный баронет На утренней заре. Цветочком в гробе он лежал И убивалась с мать, А голос Аннушке шептал С таким бы вот поспать. И лёгкий треск, и синий звон, И огоньки кругом, Зелёный и холодный сон Окутал спящий дом. Она горит и слёзы льёт, Молиться ей не в мочь, А он стоит, ответа ждёт, Звенит тихонько ночь. Быть может, душу я гублю, Ты, может, сатана, Но я таким тебя люблю, Твоя на смерть жена. Любовь в грехе, Смертная и неотвратимая, Эра страшная и проклятой, Покойники смешались с живыми. Следом за воспоминаниями Приходят любовь и стихи, А потом лишь призраки их. Безволие – преддверье высшей воли, Последний стыд и полное блаженство, Зелёный край за паром голубым. Зелёный – цвет траура, Зелёные глаза, Зелёная страна, Зелёный край за паром голубым. Кто выдумал, что мирные пейзажи Не могут быть ареной катастроф? Не выдумал ли это сам поэт? В человеке великое то, – Проповедовал Заратустра, – Что он мост, а не цель. Что можно любить в человеке, Так это то, что он есть переход и падение. Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Современный мир, буржуазный, как мораль, Что позволяет уничтожать вечные города, Всё чаще в тени мирных своих пейзажей Рождает арены катастроф. – О, старый мир, пока ты не погиб! – Воскликнул Александр Блок. Его не спасёт ни старый горн И ни последний стыд. Одна лишь варварская серебряная форель, Что бьётся о лёд. О, старый мир! Михаил Кузьмин – скифский мост, По которому могут пройти души На своём пути к обетованной земле. Он принимает людей такими, Какие они есть. Кузьмин любит со страстностью Анны Рей Весь жалостный состав Со всей его дьявольской начинкой. В нём наша суть искала и любила. Последний стыд и полное блаженство. И то, и другое Возносит дух над дебрями мрака и зла. Забыли вы, что в мире есть любовь, Которая изжжёт и губит? – Александр Блок. И то, и другое серебряная форель, Оружие, необходимое, Чтобы скопленная клоака современности Не поглотила живые души. Седьмой удар Неведомый купальщик купается тайком. Он водит простодушно обиженным глазком. Напрасно прикрываешь стыдливость ноготы. Прохожим деревенским не интересен ты. Перекрестился мелко, нырнул с обрыва вниз. А был бы ты умнее, так стал бы сам нарцисс. И мошки, и стрекозы, и сельский солнцепёк Ты в небо прямо смотришь, и от земли далёк. Намёк, воспоминанье, Всё тело под водой блестит и отливает зелёную слюдой. Держи скорей налево, и наплывёшь на мель. Серебряная бьётся форель, форель, форель. От красоты тел к красоте души. Едва ли не самый трудный переход в начале пути. Мы любим плоть и вкус её и цвет, И душной смертной плоти запах. И затем от красоты душевной красоте холодных цифр, К одушевлённой красоте философии и науки, Не мёртвой, безбожной, с борьбой за существование И покойницким естественным отбором, Но той науке, что отрезвлена верой в мирные объятия. Россия – сфинкс, и она не боится разгадки, Тем более не собирается разбивать себе голову о камни. И Кузмин, как выразитель взглядов и чувств Целого круга людей, объединённых общей культурой, Действительно почвенный поэт. Мы любим всё, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Александрия, Египет, гробница Менкаура, Иудейский Иерусалим и мусульманский Багдад Нам нет на всё, и острый гальский смысл, И сумрачный германский гений. От жара холодных чисел, От возделанного поля культуры Поэт получает дар божественных видений. Кто, наставляемый на пути любви, Будет в правильном порядке созерцать прекрасное, Тот, достигнув конца этого пути, Вдруг увидит нечто удивительно прекрасное по природе, То самое, Сократ, ради чего и были предприняты Все предшествующие труды, Учила Сократа всеведущая Диатима. Платон Пир Девятый удар Не друзей, приятелей зову я, С ними лучше время проводить. Что прошло, о том я не горюю, А о будущем что ворожить? Не разгул, опрятное веселье, Гладкие приятные слова, Не томит от белых вин похмелье И ясна пустая голова. Каждый час наполним так прилежно, Что для суток сорок их готовь, И щекочет эпидерму нежно То, что называется любовь. Да, менять как можно чаще лица, Не привязываться к одному. Неужели мне могли присниться Бредни про зелёную страну? Утонули? В переносном смысле. Гринок есть шотландский городок. Все метафоры как дым повисли, Но уйдут кольцом под потолок. Трезвый день разгонит все химеры. Можно многие привести примеры. А голос пел слегка, слегка, Шумит зелёная река, И не спасти нам челнока, В перчатке лайковой рука Всё будет звать издалека. Не примешь в сердце ты пока Рви на грина моряка. Человек есть переход и падение, Человек – мост, Человек – путь, А не вещи, разбросанные на пути. Я хочу показать людям смысл их бытия, Смысл есть сверхчеловек, Молния из тёмной тучи, Человека. Фридрих Ницше. Белокурый сумасшедший сверхчеловек. Прекрасный смысл, Таящийся в этом образе, умозрителен. Не пытайтесь воссоздать его на земле. Тогда эра святой Подменяется эросом проклятым. Но я ещё далёк от них, И моя мысль не говорит их мыслями, – досадует сумрачный германский гений. Нужно ли сначала разорвать ему уши, Чтобы они научились слушать глазами? – Фридрих Ницше. – Так говорил Заратустер. Прекрасное это. Предстанет ему, Объясняла Мантиньянка Ниотима, Не видя какого-то лица, рук или иной части тела, Не видя какой-то речи или знания, Не в чём-то другом, Будь то животное, земля, небо или ещё что-нибудь, А само по себе, Всегда в самом себе единообразное. Все же другие разновидности прекрасного Причастны к нему таким образом, Что они возникают и гибнут, А его не становится ни больше, ни меньше, И никаких воздействий оно не испытывает. Платон. Пир. Кузьмин – поэт любви. Именно поэт, а не певец. Его глубина чисто языческая, И он идёт по пути, намеченному Платоном, От Афродиты простонародной К Афродите урании. Николай Гумилёв. Письма о русской поэзии. Одиннадцатый удар. Ты дышишь, ты живёшь, Не призрак ты. Я первенец зелёной пустоты. Я слышу сердце стук, теплеет кровь. Не умер ли, кого зовёт любовь? Румяне щёки, исчезает тлен. Таинственный свершается обмен. Что первым обновлённый взгляд найдёт? Форель, я вижу, разбивает лёд. На руку обопрись. Попробуй, встань. Плотнеет выветрившаяся ткань. Зелёную ты позабудешь, лень? Схожу на следующую ступень. И снова можешь духом пламенеть. Огонь на золото расплавит медь. И ангел превращений снова здесь? Да, ангел превращений снова здесь. Под новый 1924 год у поэта собираются старые гости со своими подарками. У нас вас очень ценят. Мёртвые или живые? Кто они? Ангелы, демоны, герои, любовники, мистификаторы? Жизнь – непрерывное творческое становление. Спасение или гибель? Игра ва-банк. Ко мне явились, конечно, анахронизм, фантастика, новогодний вздор. Новый год крепче других старых праздников, так как он вовсе не праздник. Мирило времени, вроде версты. Кончается одна, начинается другая, конец и начало – таинственные. Опять метафизика. Чуть не с… Одним словом, брошусь головой в воду. Ко мне явились человек двенадцать, один как другой, в одинаковых ливреях, неся одинаковые картонки из гнутых лакированных планшеток с надписями. Пришли, поставили, поклонились и ушли. Самое трудное место проспал. Михаил Алексеевич Кузьмин. Подарки к Новому году. Чуть не мисс… Конечно, мистерия, мистификация, таинство. Конечно, самое трудное место. Так опасно здесь из мистерии Заратустры пасть в самообман и взамен сокровищ на небесах копить клоаку избытка физических сил в срединном моменте жизни. Не грех ваш, ваше довольство, взывает к небу. Сама ваша скудость в вашем грехе взывает к небу. Где, однако, та молния, которая лизнёт вас своим языком? Где то безумие, которое нужно было бы привить вам? Смотрите, учу вас познавать сверхчеловека. Он есть эта молния, он – это безумие. Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Двенадцатый удар На мосту белеют кони, оснежённые зимой, И, прижав ладонь к ладони, быстро едем мы домой. Нет услов – одни улыбки, Нет луны – горит звезда, Изменения и ошибки протекают, как вода. Вдоль Невы, вокруг канала, И по лестнице с ковром Ты взбегаешь, как бывало, Как всегда, в знакомый дом. Два веночка из фарфора, Два прибора на столе, И в твоём зелёном взоре По две розы на стебле. Слышно, на часах в передней, Не спеша двенадцать бьёт, То моя форель последней Разбивает звонко лёд. Живы мы, и все живые, Мы мертвы – завидный гроб. Чтя обряды вековые, Из бутылки пробка – хлоп! Места нет печали хмурой, Ни сомнений, ни забот, Входит в двери белокурый Сумасшедший Новый год. Один и тот же амур С традиционным колчаном Слетает к поэту в полдень Из золотого облака И сидит с ним В шумливой зале ресторана, – – Говорил о нём Николай Степанович Гумилёв. И там, и тут Тот же знакомый лик. Это безумие, да, Но у него есть и другое название – поэзия. – Так что же было бы, – спрашивала мудрая мантиньянка Сократа, – Если бы кому-нибудь довелось увидеть Прекрасное само по себе, Прозрачным, чистым, беспремесным, Необременённым человеческой плотью, Красками и всяким другим бренным вздором. Если бы это Божественное Прекрасное, Можно было бы увидеть во всём его единообразии. Неужели ты думаешь, Что человек, устремивший к нему взор, Подобающим образом его созерцающий И с ним неразлучный, Может жить жалкой жизнью? Неужели ты не понимаешь, Что, лишь созерцая Прекрасное Тем, чьим его и надлежит созерцать, Он сумеет родить не призраки добродетели, А добродетель истинную, Потому что постигает он истину, А не призрака? А кто родил и вскорбнил Истинную добродетель, Тому достаётся в удел Любовь Богов, И если кто-либо из людей Бывает бессмертен, То именно он. Платон Пир. Заключение А знаете, ведь я хотел Сначала двенадцать месяцев изобразить, И каждому придумать назначение В кругу занятий лёгких и влюблённых. А вот что получилось. Видно, я и не влюблён, Да и отяжелел. Толпой нахлынули воспоминания, Отрывки из прочитанных романов, Покойники смешались с живыми, И так всё перепуталось, Что я и сам не рад, Что всё это затеял. Двенадцать месяцев я сохранил, И приблизительную дал погоду, И то неплохо. И потом я верю, Что лёд разбить возможно Для форели, когда она упорна. Вот и всё. 1927. Одно голубое ничто Провидцы и прозорливцы Напоминают людям, Что каждый вдох – шаг к смерти. Творческий путь Михаила Кузмина Не был усыпан розами, Но розы были на стебле Его зелёного взора. Смертная работа, совершаемая временем, Разрушает человеческий организм И с каждым годом глуши, удары сердца. Однако эта работа временщика, Органолептического краснодеревщика, Всего лишь неизбежное следствие другой, Всеохватывающей, работы сердца. Но сердце молится, сердце строит, Оно у нас плотненько, не гробовщинка. Каждый удар идёт в постройку нового дома, Светлый тёз, нехолодный гранит, Каждый удар – шаг в новую жизнь. Пускай нам кажется, что мы не верим, Оно за нас верит и нас хранит. Как человек мыслит своим сердцем, Таковым он и является, Учили таинства древних. Без перерождения в сердце Дела не имеют никакого значения. Читать в книге «Сердце» мистика для неопытной души, Но для души зрячей истинная жизнь Не затемнена проявлениями формы. Персонажи, авторы и герои Обладают одинаковой экзистенцией. Они и есть духи, Охраняющие человека в помыслах, Гении на все времена. Подобно одному из своих персонажей, Михаил Алексеевич Кузьмин сам рассказал историю Своей полной превратности жизни. Никого не получая и не осуждая, Он жил сердцем и беспрекословно следовал его такту. Продавши своих рабов дом и красильню И заплатив вырученными деньгами За должников, сидящих в тюрьме, Я поселился со слепою овчаркою На чужом огороде, Карауля его за шалаш и пищу. Пришедши к убеждению, Что всякий путь, считающийся Единственно истинным, ложен, Я считал себя мудрее и свободнее всех. Михаил Кузьмин Осенний май Бледны все имена И стары все названья. Любовь же каждый раз нова. Могу ли передать твои очарования, Когда так немощны слова? Зачем я нерождён, волнуемый, влюблённый, Когда любви живой язык Младенчески сиял красой перворождённой, И слух к нему не так привык? Нельзя же описать Подсказанный певцами Знакомый образ. Пусть он мил Увенчивать того Заемными венцами, Кто невенчанный победил. Стареются слова, Но сердце не стареет, Оно по-прежнему горит, По-прежнему для нас амур Крыла тыреет И острой стрелой грозит. Не он ли мне велел старинною строфою Сказать про новую красу, Иль новые мечты подсказаны тобою, И я тебе их принесу? Единственный мой чтец, Внимательный и нежный, Довольство скромно затая, Скажи, сказал ли ты с улыбкою небрежной? Узнать нетрудно. Это я. Ребячья мечтательность, Старинные строфы, Углубление в себя, Смешение грез и действительности. Что из сердца огород неполотый? Кто скажет, в какой действительности Слышна музыка небесных сфер? Откуда, из какой действительности На бренный мир глядит человеческая душа? Сосуд, отражающий темное, Летучее солнце, Жар птицу, Болеть из травинского. Стихотворение должно являться Слепком прекрасного человеческого тела. Это и высшие ступени Представляемого совершенства. Николай Гумилёв Стихотворение Метка на пути спасения души. Метку нельзя вымарать, Уничтожить, склевать, Как нельзя склевать нарисованные плоды. Поэзия, Нектарная чаша души, Не принадлежит частным образом Ни одному, пусть даже самому великому, Нашему всё. Ибо от каждой пчёлки По капле. Что делать нам с бессмертными стихами? Это вопрос тем, кто учится видеть и слушать. Ты к знакомым мелодиям ухо готовь И гляди понимающим оком. Чувства вечные кровью дымились Из горла Высоцкого. Шестое чувство дышало в затылок Мальчишескому гению Гумилёва. И било хвостом форель В аквариуме Михаила Алексеевича Кузмина. И дробился лёд, И Новый год радовал праздником Рождества. Поэзия Михаила Кузмина – Солонная поэзия по преимуществу, Не то, чтобы она не была поэзией Подлинной и прекрасной, Наоборот, салонность дана ей, Как некоторое добавление, Делающие её не похожей на других. Она откликнулась на всё, Что за последние годы волновало Петербургские гостиные, XVIII век под Сомовским углом зрения, Тридцатые годы, Русское раскольничество И всё то, что занимало Литературные кружки, Газеллы, французские баллады, Акрастихи и стихи на случай. И чувствуется, что всё это из первых рук, Что автор не следовал за модой, Но сам принимал участие в её творении. Николай Гумилёв Поручение Если будешь странник в Берлине, У дорогих моему сердцу немцев, Где были Гоффман, Моцарт и Ходовецкий, Идиоты, идиоты, конечно, Кланяйся домам и прохожим И старым чопорным липкам И окрестным плоским равнинам. Там, наверное, всё по-другому. Не узнал бы, если б проехал, Но я знаю, что в Шарлоттенбурге На какой-то… какой-то штрассе Живёт белокурая Тамара С мамой, сестрой и братом. Позвони не очень громко, Чтоб она к тебе навстречу вышла И состроила милую гримаску. Расскажи ей, что мы живы, здоровы, Часто её вспоминаем, Не умерли, а даже закалились, Скоро совсем попадём в святые, Что не пили, не ели, не обувались, Духовными словесами питались, Что бедны мы, но это не новость. Какое же у воробьёв именье? Занялись замечательной торговлей, Всё продаём и ничего не покупаем, Смотрим на весеннее небо И думаем о друзьях далёких. Устало ли наше сердце, Ослабили ли наши руки, Пусть судят по новым книгам, Которые когда-нибудь выйдут. Говори не очень пространно, Чтобы, слушая, она не заскучала. Но если ты поедешь дальше И встретишь другую Тамару, Вздрогни, вздрогни, странник, И закрой лицо своё руками, Чтобы тебе не умереть на месте, Слыша голос незабываемо крылатый, Следя за движениями вещий жар птицы, Смотря на тёмное, летучее солнце. Май 1922 Ребёнком Якоб Бёме нашёл под камнями пещеру, А в ней сосут полный золотых монет. Наваждение исчезло, И, вернувшись с друзьями, Он не нашёл ни пещеры, ни золота, ни камней. Ведь мы, люди, имеем одну книгу, Которая ведёт нас к Богу. У каждого она внутри него, И представляет она бесценное имя Бога. Её буквы – это пламя Его любви, Которую Он в бесценном имени Иисуса Открывает нам в своём сердце. Читай эти буквы в своём сердце и духе, Из тебя довольна этой книги. Все писания детей Бога направляют тебя к этой книге, Потому что в ней заключены все сокровища мудрости. Эта книга – Христос в тебе. Мэнли Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Восьмой удар. На составные части разлагает кристалл лучи, И радуга видна, И зайчики весёлые живут, Чтоб вновь родиться надо умереть. Святой Эрос ещё только шепчет, Но скоро его голос окрепнет до музыки небесных сфер. Человечество не имеет больше права на зло. Человечество достигло срединного момента своей истории, Открылся такой избыток физических и недостаток духовных сил, Какого не могло быть в прошлом, И какого без сомнения не будет в будущем, Хотя бы потому, что будущее есть работа Современного мышления и действия, А изменения необратимы. «И ад, и земля, и небо с особым участием Следят за человеком в ту роковую пору, Когда вселяется в него Эрос», – Драматизировал Платона Владимир Сергеевич Соловьёв. Каждой стороне желательно для своего дела Взять тот избыток сил духовных и физических, Который открывается тем временем в человеке. Без сомнения, это и самый важный срединный момент нашей жизни. Он нередко бывает очень краток, Может также дробиться, повторяться, Растягиваться на годы и десятилетия, Но, в конце концов, никто не минует рокового вопроса, На что и чему отдать те могучие крылья, Которые даёт нам Эрос. Это вопрос о главном качестве жизненного пути, О том, чей образ и чьё подобие Примет или оставит за собою человек. Владимир Соловьёв. Жизненная драма Платона Я вышел на крыльцо. Темнели розы и пахли розовою плащаницей. Закатное малиновое небо чертили ласточки, И пруд блестел, вдали пылило стада. Вдруг я вижу, автомобиль несётся, как стрела, Для здешних мест редчайшее явление, И развивается зелёный плащ. Я не поспел ещё сообразить, Как уж смотрел в зелёные глаза, И руку жали мне другие руки, И пыльное усталое лицо По-прежнему до боли было мило. Как инициатор мистерии, В которой дух, заключённый в человеке, Пробуждается без вмешательства смерти И воссоединяется с божественным источником, Михаил Кузьмин приобщает служению своего героя. Эра собладевает им, Ад и небо борются за его душу. Потрясающие прозрения открываются ему. Он видит зияющую пасть хаоса И вселенское единство любви, Выбор за ним, Выбор, который в любом случае Обрекает его на страдания. Но именно в пограничной ситуации, Когда, чтоб вновь родиться, надо умереть, Человек обретает крылья То самое аутентичное подлинное существование, Которым жив раненый человек. Вот я пришёл. Не в силах. Погибаю. Наш ангел превращений отлетел. Ещё немного я совсем ослепну, И станет роза розой, Небо небом, И больше ничего. Тогда я прах И возвращаюсь в прах. Во мне иссякли кровь, Желчь, мозги и лимфа. Боже, и подкрепления нет, И нет обмена. Несокрушимо окружён стеклом я, И бьюсь, как рыба. Перерождение не всегда возрождение. Этот мучительный процесс не гарантирует счастливой развязки. Ангел превращений отлетел. Эрос уступил место хаосу, И мир и жизнь потеряли смысл. Вот оно проклятие техногенной цивилизации, Крестящейся на эроса святого И верующей в эроса проклятого. Ведь, надо б напризнаться, Было б глупо упрямо утверждать, Что за словами скрывается Какой-то высший смысл. Как было бы просто и хорошо, Если бы только одно небо Отражали человеческие души. Хотя и небесная заря Может повергнуть в дебри мрака, Если небо не открывается взору, Одно голубое ничто. Стекло несокрушимо, Биенье всё слабее, Необходимо опереться на руку, Попробовать встать. Я продан. Я больше не божий. Ушёл продавец, С явной насмешкой Глядит на меня покупатель. Николай Гумилёв Кузьмин вносит свою талику При общении человека Космическим тайнам. Он не оставляет героя, Принимая его грехи и страдания, Как свои собственные. Десятый удар Открой! Открой, зелёные глаза! Мне всё равно, Каким тебя послала Ко мне назад зелёная страна. Я смертный брат твой. Помнишь, Там, в Карпатах, Шекспир ещё тобою не дочитан, И радугой расходятся слова, Последний стыд И полное блаженство. Вот каким путём Нужно идти в любви, Учила Сократа Всеведущая Диатима, Самому Или под чим-либо руководством. Начав с отдельных проявлений Прекрасного, Надо всё время, Словно бы по ступенькам, Подниматься ради самого прекрасного вверх, От одного прекрасного тела к двум, От двух ко всем, А затем от прекрасных тел К прекрасным нравам, А от прекрасных нравов К прекрасным учениям, Пока не поднимешься От этих учений к тому, Которое и есть учение о самом прекрасном, И не познаешь, наконец, Что же это? Прекрасное! Платон Пир От эроса проклятого, Гения злого, К эросу святому, Гению доброму, От эгоизма мыслящего я, К эзотеризму трансцендентального эго, Загадка одна, Загадка жертвенности любви. На своем пути к Спасителю Поэт расставляет метки для идущих следом, Знаки, Свидетельства понимания, Запечатленные в его душе. Вошли в каморку мы. Посередине стоял аквариум, Покрытый сверху стеклом голубоватым, Словно лёд. В воде форель велась меланхолично И мелодично била о стекло. Она пробьёт его, не сомневайтесь. В 1600 году, На пороге столь любимого Кузьминым XVII века, Сапожник Якоб Бёме, Сидя у себя в комнате, Увидел яркое отражение солнца На оловянном сосуде. Он вышел из дому. И вдруг весь мир заиграл новыми красками. Зелень, трава, дороги и люди Предстали в свете небесной Софии. Свет из тьмы. Вот разгадка смысла бытия. Весь мир как будто насквозь, На распашку одушевлён И объединён магическим единством духа. Пространство и время разрушают его. Но в человеке живо сердце И в его работе, в благословении Всего жалостного телесного состава Спасение души исполненные чувства. Оно всё торопится, бьётся под спудом, А мы будто мёртвые, без мыслей, без снов. Но вдруг проснёмся пред собственным чудом. Ведь мы всё спали, а терем готов. Сердце строит. Пространство и время разрушают. Разрушают с такой силой, Что герой века двадцатого, вышедший из дома, Испытывает тошноту, поскольку ему кажется, Что мир не имеет смысла. По рождении европейских войн, Намискалинин и Сартр и его Рокантен Давно оглохли в поисках смысла существования, Которые ни к чему не ведут, Ведь убито сердце. Мысль мёртвая, Потому нет иного выхода у Рокантена, Кроме самоубийства. Как человек мыслит своим сердцем, Таковым он и является. Мёртвые сердца – мёртвые люди. Нужно ли сначала разорвать им уши, Чтобы они научились слушать глазами? Крик души из века девятнадцатого Едва ли был услышан Новыми язычниками века двадцатого. Начало января 1916 года. Начало последнего года Старого мира. Разгар войны. Тёмные силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах У последних каминок. Никем за весь вечер Не было произнесено слово «фронт». Не было произнесено В таком близком физическом соседстве Имя Распутин. Завтра же Серёжа и Лёня кончали жизнь. Послезавтра уже Софья Исаковна Чайкина Бродила по Москве, Как тень, ища приюта. И коченела она, Которой всех каминов было мало У московских привиденских печек. Завтра Ахматова теряла всех. Гумилёв жизнь. Но сегодня вечер был наш. Пир во время чумы? Да. Но те пировали Вином и розами. Мы же Бесплотно, чудесно, Как чистые духи, Уже призраки Аида Словами, Звуком слов И живой кровью чувств. Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность На земле человека – Правда всего существа. Я бы в тот вечер, честно, Руку на сердцу положа, Весь Петербург и всю Москву Бы отдала за Кузминское Так похоже на блаженство. Само блаженство бы отдала за Так похоже. Одни душу продают за розовые щёки, Другие душу отдают за небесные звуки. И все заплатили. Серёжа и Лёня – жизнью, Гумилёв – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, Я, По жизненным заключениям В самих себе В этой крепости, Вернее, Петропавловской. И как бы не побеждали Здешнее утро и вечера, И как бы по-разному, Все исторически или бесшумно, Мы, участники того Нездешнего вечера, Не умирали, Последним звучанием Наших уст Было и будет, И звуков небес Заменить не могли И скучные Песни земли. Марина Цветаева. Нездешний вечер. На берегу сидел слепой ребёнок, И моряки вокруг него толпились, И, улыбаясь, он сказал, – Никто не знает, Откуда я, Куда я иду И кто я, И смертный избежать меня не может, Но и купить ничем меня нельзя. Мне все равны, Поэт, Герой и нищий, И сладость неизбежности неся, Одним я горе, Радость для других, И юный назовёт меня любовью, Муж – жизнью, Старец – смертью. Кто же я? 1904. Когда богословы Дрездена рассмотрели сочинения якобы Бёмы, То отказались осудить их, Как прежде это сделали богословы из Гёрлица. Они признали, что не могут осуждать то, Что не в силах понять. Абракса запретили за литературную Непонятность и крайности, Рассказывал Михаил Кузьмин. Михаила Кузьмин прожил мученически Все полярные петербургские зимы, Печку затопил первый раз в 1922 году, До этого года к зиме разбивал градусник, Писал стихи, писал прозу, А оказался железным, Рассказывал Виктор Шкловский Так я прожил лет двадцать, И слухи о моей жизни и учении Распространялись далеко за пределы столицы И привлекли ко мне множество людей. Так как мои слова не связывались С определенным божеством, То они принимались равно христианами, Язычниками и евреями. «Презирая деньги, я часто встречал Своих посетителей с грубостью, Принимая мою ими за простоту, Считая, что обращение должно Главным образом сообразовываться С удовольствием, доставляемым тому, Кому оно направлено», – Рассказывал Элифсип. В начале лета, юностью одета, Земля не ждёт весеннего привета, Не бережёт погожих тёплых дней, Но расточительная, всё пышней Она цветёт лобзанием согрета. И ей не страшно, что далёко, где-то, Конец таится радостных лучей, И что недаром плакал соловей В начале лета. Не так осенней нежности примета, Как набожный скупец Улыбки света она сбирает жадно, Перед ней недолог путь До комнатных огней И не найти вернейшего обета В начале лета. О смерти якобы Бёмы сохранилось предание. Философ был болен горячкой. Однажды после полуночи он подозвал сына и спросил его, Слышит ли тот прекрасную музыку, что раздаётся вблизи. Сын сказал, что не слышит ничего. Увы, музыка небесных сфер Недоступна большинству сердец. Тогда Бёмы, чтобы лучше слышать её, Велел отворить двери. Осанна жизни. Осанна смерти. Потом он спросил, который час. Ему сказали, пробило два. Мой час ещё не настал. Мой черёд придёт через три часа. Потом он молился, Отдавал распоряжение касательно своих рукописей И около шести часов утра с весёлой улыбкой умер, Сказав на прощание. «Нон фары ищ ин спарадис» Теперь я отправляюсь в рай. О, быть покинутым! Какое счастье! Какой безмерный в прошлом виден свет! Так после лета зимнее ненастье. Всё помнишь солнце, хоть его уж нет. Сухой цветок любовных писем связка, Улыбка глаз счастливых встречи две. Пускай теперь в пути темно и вязко, Но ты весной бродил по мураве. Ах, есть другой урок для сладострастия, Иной есть путь пустынен и широк. О, быть покинутым! Такое счастье! Быть нелюбимым! Вот горчайший рок! Сентябрь 1907 Прекрасное – это предстанет ему Не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, Не в виде какой-то речи или знания, Не в чём-то другом, будь то животное, Земля, небо или ещё что-нибудь, А само по себе, всегда в самом себе единообразное. Все же другие разновидности прекрасного Причастны к нему таким образом, Что они возникают и гибнут, А его не становится ни больше, ни меньше, И никаких воздействий оно не испытывает. Платон. Пир. Михаил Кузьмин скончался 1 марта 1936 года В бывшей Мариинской больнице И похоронен на Волковом кладбище В Санкт-Петербурге. Похороны не собрали венков, Достойных его дарования, И только Юрий Юркун, Репрессированный после, Провожал поэта в последний путь. По воспоминаниям искусствоведа Петрова, В гробу он лежал строгий, Странно помолодевший И похожий на Данте. Серебряные пряди волос, Которыми он обычно прикрывал лысину, Лекли ему на лоб, как лавровый венок. Вот после ржавых львов и рёва Настали области болот, И над закрытой пастью зёва Взвелся невидимый пилот. Стоячий хвод прозрачно-дикий, Белесоватые поля. Угливый трепет и вредикий Ты узнаёшь, душа моя? Пристанище Поют тромбоны Под земным зовом темноты, Пологих гор пустые склоны, Неумолимы и просты. Восточный гость угас в закате, Оплаканно плывёт звезда, Не надо думать о возврате Тому, кто раступил суда. Смелее, милая подруга, устала, На пригорке сядь, Ведёт причудливо и туго В блаженным рощам благодать. 1921-й Маятник всё менее разбегался по сторонам, Наконец дрогнул и стал. Тьма, которая, казалось, Сгустилась навеки, подёрнулась И раздалась. Занавес плавно распахнул Звёздные сферы, И в пустоте голубого свода Родилось небо. Обетованная земля Открылась рассеянному взору, Душа отдыхала на пригорке В томных блаженных рощах. Жизнь, причудливая и тугая, Оплаканная, проплыла звездой. Жар птица вырвалась, Тьма поблекла и стала вещами. К музыке вернулась первозданная красота, И в повести трудной, Полной превратности жизни Рука, блаженная и благодатная, Пылающими облаками поставила точку. Когда летнее облако рассеется, Небо кажется пустым, Лазурь красным. Если отвлечься мыслями От знаний и предрассудков, Можно подумать, что неба нет, Одно голубое ничто. Михаил Кузьмин «Голубое ничто» Эпилог Что делать с вами, милые стихи? Кончаетесь, едва начавшись. Счастливы все, невесты, женихи, Покойник мёртв, скончавшись. В романах строгих ясны все слова, В конце большая точка, Известно, кто Арман и кто вдова, И чья Элиза дочка. Но в лёгком беге повести моей Нет стройности намёка, Над пропастью летит она вольней Газели скока. Слёз не заметит на моём лице Читатель Плакса, Судьбой не точка ставится в конце, А только клякса. Ноябрь 1906. Январь 1907. Постскриптум Так прошло много лет, Как однажды у меня явилось сомнение, Не есть ли моё отрицание пути То же путём, Который должен быть отброшен. Проворочавшись без снада рассвета, Поутру я вышел из шалаша, Уверенный не возвращаться назад, Но не зная, куда идти, И слепая овчарка залаяла на меня, Как на чужого. Михаил Кузьмин Повесть об Илевсите Рассказанная им самим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...